ПАМЯТИ ФРИДЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ УНОСИТ Не плакать мне помогала Саша. На этих страницах часто встречаются домашние имена родных и близких Фриды Вигдоровой, Галя и Саша, ее дочери, Наталья, внучка, дочь Гали, Изя, ее брат, офицер, Елена Сергеевна, ее свойственница, писательница и Грекова. Руня или Эрзе, Руфь Зернова, писательница, Раиса Давыдовна, Орлова, писательница. Примечания составителей. Еще в самую счастливую пору, когда Фрида была жива, здорова, весела, Саша, входя в комнату к матери после получасового отсутствия, бросалась ей на шею, словно после долгой разлуки. Мамочка! Наверное, для Саши Фрида всегда оставалась, как для грудного младенца, целым миром, воздухом, всем на свете. Разлука, даже коротенькая, была противоестественна. «Мама, а ты здесь?» И вот теперь Фрида здесь, лежит в гробу, а Саша, разлученная с ней навсегда, глядит в ее лицо и не плачет. Самые близкие не плакали, Галя и Саша, мать и брат. Как же было плакать мне? И еще меня удерживало от слез сознания, что предстоит говорить, а если я заплачу, то не в силах буду сказать ни слова. Это было бы предательством. Мне промолчать над Фриданым гробом нельзя. И я не плакала. Это давалось мне даже без больших усилий. Назвали мое имя, люди расступились, и я прошла, как по тропочке, к Фридиному изголовью. Я заговорила и с облегчением услышала, что голос мой звучит спокойно. Опять, как с начала этого дня, я благословила свою близорукость. Я не видела Фридиного лба, только груду цветов над бортом гроба. Не видела со своего нового места ни Саши, ни Гали, ни Люши, ни друзей, ни матери, ни брата. Как всегда, в минуты нервного напряжения я почти утратила способность видеть. Хотя люстры горели, толпа стояла и дышала, я оказалась в темноте, пустоте и беззвучии, как бы один на один с Фридиной смертью. Я слышала, что у меня в голосе нету слез, и их в самом деле не было ни на глазах, ни в груди. Но вот панихида окончилась, все отговорили, начали разбирать цветы, венки, и я все не плакала. Вышла в той же темноте, словно на ощупь, в вестибюль. Ко мне подошел Евгений Александрович Гнедин, и, чтобы двигаться увереннее, я схватила его за руку. Постепенно зрение стало возвращаться ко мне в той мере, в какой оно вообще может еще возвращаться. И тут я увидала, что мимо нас несут гроб. Я разглядела опустившееся плечо и склоненную голову Володи Корнилова, и меня вдруг пронзила мысль — уносят Фриду. — Что же это такое? — сказал я Евгению Александровичу. — Вы видите, они ее уносят. И вот в эту минуту все плотины во мне прорвались, и я заплакала, вольно и бесстыдно, уже не сдерживаясь, и плакала на улице, в машине, на кладбище, плакала, не сдерживаясь и не получая облегчения. Плакала я не о ней, может быть, потому и не сдерживалась. Плакала о себе. Пока Фрида была жива и больна, всем нам было не до своего горя. Думала с тем месяцем не о себе, а о ней, о жестокой казни, на которую не весь за что и не весь кем обречена она. Фрида в опасности. Фрида мучается. Фрида умирает. С каждым часом меркнут веселые, добрые, сияющие, какие-то даже удалые в своем веселом сиянии глаза. Из них теперь глядит беспомощность, одинокость, недоверие. Они теперь не яркие, а тусклые. И ты не поможешь мне. Вот что тускленько, слабенько мерцает из-под трудноподнимающихся век. Да, и я не помогу. Никто из нас тебе не поможет. Тебе, которая помогала нам всем, помогала с таким постоянством, что мы сложили шутливую поговорку. Если не Бог, так Фрида. Унесли гроб, унесли Фриду. О ее муках плакать уже было нечего. Она не мучилась больше и ничего от нас не ждала. И я заплакала о нас, о тех, кто ее потерял, и о тех, кто ее никогда не узнает, не увидит живой. У людей отняли Фриду. Я плакала о девочках, о друзьях, о ближайших из близких, о матери и братьях, о себе. Горьше всех, пуще всех, конечно, о себе. Это были эгоистические, себелюбивые слезы о себе самой. Каждый из нас знает, чем и кем была в его жизни Фрида. Что ушло из его жизни вместе с ней. Я постараюсь объяснить, что ушло из моей. Быть может, это кажется хотя бы отдаленно верным еще для кого-нибудь. Глава вторая. У Чарльза Диккенса спросите. С гибелью Фриды из моей жизни ушла надежда. Все будет хорошо. Все кончится хорошо. Такой надежды у меня больше нет. Что, собственно, все. А вот то, что со мной случилось, что терзает меня. То, от чего я не сплю, о чем хочу и не могу написать. Горе моей жизни. К каждому человеку когда-нибудь приходит беда. К каждому пора одиночества. К каждому сознание непоправимой ошибки, неудачи, а иногда надвигающиеся гибели. Так вот, существование Фрида на земле для меня было залогом, что ошибка моя поправима. Горестная неудача еще может обернуться радостью. И от болезни можно выздороветь. И от гибели спастись. И спасти. Меня успокаивал и обнадеживал самый звук ее имени. Если я и погибну, то Фрида не даст погибнуть тому, что гораздо больше я, чем я сама, Исписанно мною листкам. Пока рядом была Фрида, которая плакала и смеялась, радовалась и печалилась вместе с нами, Стоило жить и работать стоило. Потому что, раз она здесь, все еще может быть хорошо. Стоило задумывать, стоило осуществлять задуманное, стоило пытаться, пробовать, стоило поступать, Стоило искать слово для того, что таится в памяти под спудом. Она была необыкновенно благодарной слушательницей. Уже то, как она слушала, исцеляла. Покажу Фриде, расскажу Фриде, спрошу у Фриды. Да и просто так, когда не в чем было исповедаться и не о чем просить или спрашивать, Легче становилось на душе от ее кроткого, доверчивого, бережного к твоей раненности присутствия. Эр-Зе однажды назвала Фриду «Диккенсовской девочкой», весело творящей добро. Это сказано метко. В книгах Диккенса встречаются героини, например, Флоренса из «Домби и сына» или Эстер из «Холодного дома», радующиеся тому, что они могут доставлять радость другим, живущие чужой радостью или чужим горем, как своим собственным, облегчающие чужую боль самоотверженно, умело и скромно. В самом деле Фриде была им сродни. В ней была их милая непритязательность, их доброта, грация и тишина, их уютность, их домашность. Когда Фриде в зелененьких шерстяных носках, в пестреньком фартуке, разливала на кухне чай или делала внезапно пришедшему гостю яичницу, вперед радуясь тому, что вот сейчас усталый, голодный и озябший человек поест и отогреется, а потом на сладкое она покажет ему нотарию. Или когда она в своей большой, обдуманно-нарядной, уставленной цветами, книгами и игрушками комнате поливала цветы, а Наталья путалась у нее в коленях, вцепившись ей в юбку. Или когда в гостях, съев с удовольствием и очень быстро стаканчик мороженого, она запрокидывала голову и, облизываясь, выговаривала сквозь смех. Это было прекрасно. Ей округлым движением потирала маленькие сильные руки, словно собиралась проглотить еще десять таких стаканчиков. Или когда она, смущаясь, каким-то детским неловким движением протягивала в подарок какой-нибудь полюбившийся вам пустяк, записную книжку или сумочку, она впрямь могла сойти за маленькую добрую фею домашнего очага, веселой, деятельно распространяющей вокруг тепло и свет. Можно сказать также, что Фрида была сродни не только Диккенсовским героиням, но и самому Диккенсу. В жизни она творила то, что Диккенс придумывал в своих повестях, превращала чужую беду в сказку с хорошим концом. Жила-была в Туле одна пианистка. Вела в музыкальном училище преподавание по классу рояля. Она была одержима музыкой, проповедовала музыку, открывала музыку ученикам, а потому ее служебная жизнь сложилась так, как и складывается обычно у тех, кто одержим своим делом. Ученики полюбили ее, а начальство возненавидело. К чему эти излишние страсти? Скрябин, Рахманинов, поездки, концерты, экскурсии. Отбарабанила свои часы, и ладно. Воспользовавшись доносом одного негодяя, ее сначала довели до попытки покончить с собой, а потом решили уволить. Несчастная женщина, никогда не видавшая Фриду, но, читавшая ее статьи и книги, кинулась к ней за помощью, как кидались десятки оскорбленных людей. И Фриду принялась спасать эту жизнь, поколебленную, еле устоявшую, едва не оборвавшуюся, в смерть. Она поехала в Тулу. Она пришла на заседание месткома, где разбиралась дело учительницы. Явилась перед лицо этих одичалых мещан, на эту рассверепевшую коммунальную кухню, где единственным интеллигентным человеком была подсудимая. Личная жизнь учительницы в засос и в захлеб обсуждалась сей кухней. Молча, положив перед собой блокнот, Фрида от слова до слова записывала их чавкающие, хрюкающие выступления. — Подробности, мне бы подробности, — томно повизгивала кассирша, — позвать бы сюда молодого человека, да и расспросить. — Товарищи, опомните-с! — тихим голосом с краешка стола вызвала к ним Фрида. Но где там? Деятелей тульской музыкальной культуры не оторвать было от вкусного пойла. Нахлебавшись смачного навара и сплетен, они постановили учительницу уволить. И уволили. А чтобы она не могла устроиться на другую работу, снабдили ее при увольнении позорной характеристикой. Опасаясь новой попытки самоубийства, Фрида увезла женщину с собой в Москву и поселила ее у себя дома. И неделями выхаживала ее, как больную. И написала статью в литературную газету. Статья была напечатана. И с помощью газеты Фрида добилась отмены позорной характеристики. И через некоторое время устроила учительницу на новую работу в город Серпухов. Женщина была спасена. Но всего только спасена — это еще недостаточно хороший конец. Недостаточно ярко счастливый, утоляющий горе с избытком. Недостаточно хороший для диккенсовской повести, которую в жизни творила Фрида. В этом конце не хватает изобилия, праздника счастья и, пожалуй, диккенсовской щедрости в переплетении судеб. Жила-была в деревне Донки под Серпуховом, в адвалидном доме. Шестнадцатилетняя девушка Светлана Семенова, больная, полупарализованная, заброшенная. Однажды она написала письмо Корнею Ивановичу Чуковскому. Вот его суть. Помогите сделать так, чтобы мне разрешили ухаживать за моим другом Мишей. Он не только парализован, он почти ослеп. Я хочу читать ему книги и во всем помогать. Но мужские комнаты помещаются на втором этаже, а женские — в первом. Носить меня на носилках некому. Сама подниматься по лестнице я не могу. А поселить меня и Мишу вместе не разрешает директор. Корнею Иванович стал посылать Светлане деньги и книги, русские, английские. Она мечтала научиться английскому языку. Пригласил ее к себе погостить. И она приехала к нему на дачу в инвалидной машине вместе со своей подругой, такой же полупарализованной девушкой, как она сама. Обратился в институт Гельмгольца по поводу очков для Миши. Написал директору инвалидного дома, поддерживая мольбу Светланы поселить их вместе. Однако письмо его не имело успеха. Тогда он рассказал историю Светланы Фриде. И Фрида начала свое обычное дело — добиваться от горестной жизни, чтобы она обернулась повестью Диккенса. Пусть хоть и горестной повестью, но с хорошим концом. Фрида поехала в Донки, познакомилась там со Светланой и Мишей, подружилась с ними. Одна из Фридиных приятельниц по ее просьбе стала ездить в Донки и принимать у Светланы зачеты по английскому языку. И тут учительница музыки, живущая уже не в Туле, а в Серпухове, поняла, что ей представляется необыкновенный случай сделать подарок Фриде, отблагодарить Фриду. Она тоже может заботиться о Светлане и Мише, она может осветить музыкой их однообразное тусклое житье. И она стала ездить в Донки и играть для больных на рояле и рассказывать им о Рахманинове и Стравинском. Фриду с помощью газеты добилась, чтобы в инвалидном доме произвели ремонт. А когда туда на место прежнего пришел новый директор, она упросила его поселить Светлану и Мишу вместе в одной комнате. Так исполнилась мечта Светланы. Теперь она превратилась в Мишины руки, в Мишины глаза. У Миши и у нее началась новая жизнь. Вместе они занимались английским. Целые дни она читала ему вслух, и вместе каждую неделю они ждали из Серпухова учительницу музыки, которая играла им Шопена и Моцарта. Но добрые силы, вызванные Фридой, из жизненных недр на этом еще не исчерпали себя. И праздничный, счастливый конец истории оскорбленной учительницы еще впереди. Жили-были в Тбилиси, в собственном доме, старики-пенсионеры, потерявшие на войне дочь. Они прочитали в газете Фридин статью, статья тронула их. Они послали в газету письмо на Фридина имя, в котором приглашали учительницу к себе, вместо дочери, пожить, отдохнуть, поесть винограда, отогреться. И в первый же отпуск учительница поехала туда и поселилась у стариков, и прожила там месяц, и прислала оттуда две корзины благоуханных яблок, одну Фриде, другую Светлане и Мише. И это ли не счастливый конец? Но по законам Диккенсовской повести в нем не хватало свадьбы. И вот в учительницу бурно влюбляется молодой инженер, уезжающий на север. И она едет к нему и выходит за него замуж. И через год Фриде протягивает мне фотографию младенца в нарядных пеленках и произносит гордым и даже каким-то задорным голосом, словно этот младенец появился на свет по мгновению ее волшебства. Смотрите, какой! А зовут очень странно, Ювеналием, по дедушке. Но ведь и в самом деле она причастна к появлению этого младенца на свет. Ведь без ее спасательных усилий учительница давно покончила бы с собой. Да, и Диккенс, и Фрида знали толк в хороших концах. И разве каждый из нас не может припомнить десятки страшных сказок, обернувшихся хорошим концом, благодаря тому, что Фрида своей стремительной, упорной, изобретательной добротой пробуждала в лесском общежитии действия круговой поруки добра. Той самой круговой поруки, могущественной, животворящей, о которой говорится в безымянных стихах. Человечество живо одною, круговою порукой добра. Да, Фрида была работником добра, и всех вокруг делала своими, и добра, сотрудниками. Ступив в поле ее излучения, каждый незаметно и естественно становился звеном в создаваемой ею цепи. Слова Орловой. Сколько мы помним рукописей, которые превратились в книги благодаря ее редакторской работе, или ее рецензии, или ее добрым интригам внутри издательства. Сколько мы знаем случаев, когда она вручала людей деньгами, хотя сама зарабатывала деньги трудом тяжелым и постоянным, и никаких денежных запасов у нее не было. Она отдавала свои или собирала среди друзей, или даже втайне брала в долг под проценты, но никогда не отказывалась выручить человека из петли безденежья в роковую минуту. Сколько мы знаем больных, в чье выздоровление Фрида внесла свою долю заботы, устроив дежурство у этой постели и дежури чаще всех, щедрее всех, легко, умело, точно, весело. Сколько мы знаем людей, положенных жизни на обе лопатки и поднявшихся благодаря ее энергии, ее заботе, выпрямившихся, нашедших для себя профессию, призвание, заработок, путь. Сколько мы знаем людей, убереженных ею от одиночества. Сколько сделала она не для других, для меня. Сколько я помню ее целительных слов, прозвучавших издали, из телефонной трубки или вблизи, при свете ее глаз. Сколько я помню ее слов, необходимых, более утоляющих, своевременных, как скорую помощь, написанных на почтовом листке Фридиным крупным, твердым и веселым почерком. Сколько я знаю ее поступков, совершенных для меня, без меня, потихоньку, в мою защиту или в мое утешение. Сколько раз стучала она в мою дверь, и всегда этот стук означал, что явилась подмога, пришел совет, в дом вошла улыбка. Сколько я помню благо, подаренного мне Фридой, внедрившегося мне в душу так глубоко и прочно, что оно давно уже стало не памятью о Фридином даре, а мной самой. Уносят Фриду. Плечи опущены под тяжестью гроба и горя. У меня нет больше Фриды, нет надежды, что темный лес, в который меня загнала жизнь, раступится, и я выйду на залитую солнцем поляну. Прощай, моя скатель самобранка, мое наливное яблочко на серебряном блюдечке. Прощай. Глава третья Мысли мыслей На протяжении нашей двадцати трехлетней дружбы нам, конечно, случалось спорить, расходиться во мнениях. Расскажу об одном споре постоянно возобновляющемся, в котором, мне кажется, отчетливо проступает основная Фридина мысль, ее мысль мыслей. Я люблю Фридины повести, особенно Черниговку, семейное счастье, любимую улицу. Я воспринимаю все Фридины книги, в том числе и те, которые не названы здесь, как ее требования к нам, читателям. Обороняйте людей. Люди стоят защиты, а уж дети. Берегите детство, щадите, уважайте детство, любуйтесь им, учитесь у него и спасайте детей, они беззащитны. Таков для меня общий смысл, и даже не смысл, а больше, пронзительный звук Фридиных повестей. Звук ее голоса, в котором тонут голоса героев. В первых повестях голос ее звучит наивно, порой даже до сентиментальности. С годами он делается чище и тверже, мужает. Высоко ценю я и Фридина статьи, всегда вглубь, всегда наперекор официальному слюнявому ханжеству, изнанку которого одна казарменная жестокость. Но выше всего сделанного Фридой ценю я и люблю ее дневник и оба ее блокнота, журналистской и депутатской. Единственное, что в нашей власти, это суметь не заглушить голосы жизни, звучащего в нас, писал о литературном творчестве Борис Пастернак. Вполне чем где-нибудь Фридин голос сливался с голосом жизни именно в ее дневниках и блокнотах. Тот тончайший, редчайший слух, тот замечательный художественный дар, которым ее наделила природа, именно здесь, в этих беглых, непритязательных и как бы случайных записях, яснее, чем где-нибудь являл свою силу. При всей своей беглости каждая запись в дневнике это крошечная новелла, художественно вполне завершенная. При всей своей интимности этот дневник имеет интерес объективный и будет когда-нибудь читаться тысячами людей, как любимая книга. Герои дневника, маленькие, большие, будут любимы читателями не менее, чем герои Тома Сойера или Алиса в стране чудес или хижины дяди Тома. Из этого дневника глядит лицо автора, проглядывает на отдельных страницах и лицо времени. Фридины же блокноты — это драгоценнейшие художественные документы эпохи. Каждая запись монолог или диалог из какого-то трагического фарса, идущего на сцене нашей действительности, монолог или диалог, подтверждающий гениальные прозрения Зощенко. Я горжусь и никогда не перестану гордиться тем, что это я заставила Фриду серьезно как художественным, а не только интимным семейным документам и отнестись к своим дневникам и блокнотам. Горжусь тем, что она садилась иногда рядом со мною за письменный стол, чтобы, читая вслух реплики героев, вместе проверять внятность, отчетливость интонации. И вот из-за этого моего пристрастия к Фридинам блокнотам и рождался обыкновенно наш спор. Во Фридиной журналистской практике случалось и нередко, что какой-нибудь диалог из блокнота перекочевывал в статью. Такое кочевье было, разумеется, совершенно естественно, ведь и делались-то эти записи чаще всего как основа для будущей статьи. Но за редчайшими исключениями, попадая на газетную полосу, диалог мгновенно линял. Его слепящая яркость меркла, тускнела. Редакторы, замредакторы, правщики, дежурные по номеру кидались на эту искру подлинной жизни и гасили ее с такой энергией, словно это была искра пожара. Не доглядишь, вспыхнет. Меня уничтожение слова полного жизни, верного жизни, каждый раз приводило в уныние и ярость. Как вы могли согласиться, накидывалась я на Фриду и без того измученной обороной своей статьи. Фрида, принципианнейшая из всех журналистов, каждый раз, как статью ее ставили в номер, чуть ли не поселялась в редакции, ходила следом за гранками с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, ни за что не позволяя уродовать, опошлять, искажать мысль и факты. Как вы могли согласиться? Ведь я наизусть помню, в подлиннике этот диалог у вас гораздо сильнее, и томное мурлыканье кассирши, требующей подробностей, и дремучая глупость этого дубины, физкультурника, который сам себя именует товарищ, я здесь новый товарищ, все это померкло, прилизано, причесано, как вы могли согласиться? «Но что же мне было делать?» устало спрашивала Фрида. «Им это не понутру, как раз то, что дорого нам с вами». «Что делать?» переспрашивала я. «Немедленно брать статью обратно, уносить домой и класть в ящик, вот что делать, ведь это вредительство, найти слово, все равно где, в собственном воображении, в памяти, или в чужой речи, найти точное слово и допустить, чтобы на ваших глазах сделали его приблизительным? «Но человек-то важнее слова», говорила мне Фрида, «ведь статью-то я написала в защиту учительницы, ну, несла бы я статью домой, ну, выгнали бы учительницу с волчьим паспортом, чтобы выручить человека из беды, стоит поступить со словечком». Логика несокрушимая, и я соглашалась. Я соглашалась, но как-то всего лишь умом, а не сердцем. Новая Фридина статья, новое уменьшивление жизни хотя бы в одной строке, и опять между нами тот же спор. Фрида очень любила Цветаеву, вымаливала, а иногда прямо-таки требовала у счастливых владельцев стихи и прозу Цветаевой, и переписывала, и хранила, и знала наизусть. Однажды я отдала перепечатать на машинке, подарила ей «Искусство при свете совести», статью, которую, на мой взгляд, необходимо пережить каждому, кто работает в литературе. Фридочка долго не выпускала ее из рук, читала без конца себе и другим, восхищалась, сама переписала ее на машинке и раздарила экземпляры друзьям, но однажды сказала мне. Выводы из этой статьи для меня неприемлемы, и это вполне естественно, ведь Цветаева поэт и при том великий поэт, а я всего лишь учительница, журналистка. Там в конце, помните, она пишет, что перед судом человеческой совести врач, учитель, священник выше поэта, выше, потому что нужнее, и что перед этим судом, судом совести, она грешна, и только перед одним судилищем она может оказаться правой, если существует Верховный суд слова. Помните? Я помнил очень хорошо, но Фрида достала статью из ящика и прочитала последнюю главку «Слух». Быть человеком важнее, потому что нужнее, врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного адра, а не мы. За исключением дармоедов, во всех их разновидностях, все важнее нас. И, зная это в полном разуме и твердой памяти, расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяло бы. «Зная большее, творю меньшее, посему мне прощения нет, только с таких, как я, на страшном суде совести и спросится, но если есть страшный суд слова, на нем я чиста». «А я не знаю, что меньше, что больше и что важнее», говорила мне Фрида, «но для себя я выбираю ту должность, которую Цветаева называет человеческой, врач, учитель. Пусть я окажусь грешницей перед страшным судом слова, лишь бы не согрешить перед человеком и собственной совестью». Я пыталась объяснить ей, что противоречие это мнимое, вымышленное, что где-то долг учителя, врача и долг поэта совпадают, что искусство равновелико строительству жизни. Но объяснения мои были лишены вразумительности, потому что я и сама до конца не понимаю своей мысль, не только другим, но и себе самой я не в силах ее объяснить. И всегда, пытаясь додумать ее до конца, я, как на стену, натыкаюсь на твердую формулу блока «искусство с жизнью помирить нельзя». Спор этот, и даже не спор, не разномыслие, а скорее некоторое разночувствие, вызываемое разницей в нашем воспитании, я выросла среди людей, главной, а может быть и единственной ценностью жизни, считавших искусство, и с детства приняла эту мысль, не задумываясь, как аксиому. Спор этот длился между нами почти что до самого Фридиного смертного часа. С некоторых пор, подсказанный ей мужанием ее таланта, ее писательской зрелостью, спор этот возник и длился внутри ее собственной души, вступая в противоречие с ее отзывчивостью, с ее добротой и приблизив по ему глубокому убеждению ее преждевременный смертный час. Как это ни странно, угадывался он где-то под спудом и в наших постоянных разговорах о деле Бродского, деле, которому было отдано Фридой столько сил, и в котором ее друзья и я в том числе принимали в течение полутора лет ежедневное участие. Борьба за Бродского заставляла нас всех жить будто на качелях вверх, вниз, снова вверх и снова вниз. Мы постоянно находились между надеждой и отчаянием. То нам объявляли, что Бродский будет свободен в ближайшие дни, и мы имели наивность верить и даже сообщать об этом Бродскому, то в городе становились известны слова, произнесенные главой правительства, Бродский наказан слишком мягко, ему следовало бы дать не пять лет ссылки, а десять лет тюрьмы. Для Фриды эти воздушные ямы были особенно тяжелы. Она всегда начинала любить тех, за кого боролась. А Бродского без его просьбы и ведома попросту усыновила, раз и навсегда приняла к себе в сердце. Я даже знаю миг, когда это усыновление совершилось, на первом суде. сообщая мне 22 февраля 1964 года из Малеевки о своем обращении к генеральному прокурору СССР Фрида писала. Что-то теперь будет, но что бы там ни было, что бы ни было, а я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей, и, может быть, все будет хорошо, и он выйдет на дорогу, и станет большим поэтом, а я все равно не забуду, как он смотрел беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом, все разом. А, скорее всего, никем он не успеет стать, его сломают, поэтому нужны нервы толстые, как канаты, несокрушимое здоровье, а он болен, ему не совладать с тем, что на него кинулся. Зачем я пишу вам все это? Мне бы сказать вам что-нибудь хорошее, а я опять за свое. Я в это время лежала больная, у меня было кровоизлияние в сетчатку. Да, она опять за свое, опять и опять за свое. Боль, испытываемая Бродским, сделалась для Фрида живою, собственной болью, ни днем, ни ночь, не покидавшей ее. Бессознательно и постоянно она требовала от каждого из нас ни словами и не слезами, о чем-то более властном, как может требовать поющая в оркестре скрипка, чтобы и мы, не отвлекаясь и не уставая, испытывали сосредоточенную и неутолимую боль. Оттуда же, из Малеевки, она писала мне, что поехала она туда напрасно, что ей и лыжи не в лыжи, и работа не в работу, и тишина, и лес ни к чему, что всюду перед ней этот деревянный загон, этот беспомощный и сильный человек, это стража. Сейчас я говорю не о сути дела, а о тех мелочах, в которых проявлялось личное отношение Фриды к Иосифу. Мне они кажутся более существенными для понимания ее душевного облика, чем даже та звонкая и смелая борьба за него, которую она с таким упорством вела. Она собирала его стихи, переводы, вчитывалась, вдумывалась в них, раздобыла где-то его портрет. Расспрашивая о нем друзей, она радовалась благородным чертам в характере своего подзащитного. Кто-то рассказал ей, что Бродского незадолго до ареста вызвали в райком комсомола и пытались воспитывать. «Кто ваши любимые поэты?» — спросила у него дама-секретарь. «Ахматова, Светаева, Мандельштам, Пастернак», — ответил Иосиф. «А ведь ему легко было ответить Маяковской, Твардовской, говорила мне Фрида, и не придерешься, и дело с концом». А он ответил правду. «Почему эти воспитатели не ценят такую редкую черту — правдивость?» Когда совершился второй суд, когда чудовищно несправедливый приговор был приведен в исполнение и Бродской поэтапу выслан в конышу, все мы, желая утешить и ободрить его, отправляли туда телеграммы. Фрида, отправив свою, спросила меня, что думаю телеграфировать я. «Пришлите список книг», сказала я неуверенно. «Ведь ему зимовать там?» «Ну что вы!» огорчилась Фрида. «Получив такую телеграмму, он подумает, что вы с его изгнанием примирились, что ему теперь остается только книги читать, а нам только посылать ему книги». Я обещала придумать другую телеграмму, и когда я прочитала Фриде новый текст, что-то вроде никогда не перестану опровергать клевету, Фридочка так прыгала вокруг меня, так радовалась и так удивилась этому нехитрому тексту, словно я у нее на глазах создала новый сонет Шекспира. «Мне бы так никогда не придумать», наивно повторяла она, «Какая вы умница, как я вас люблю! Интересно бы знать, сколько часов идет туда телеграмма. Получил он уже вашу или нет?» Узнав, что у Бродского нет пишущей машинки, она снарочным послала в конышу свою, уверив меня, будто у нее есть другая, и только после Фридиной кончины Галя рассказала мне, что никакой другой машинки у Фриды не было, это была единственная, и подарили ее девочки Галя и Саша ко дню рождения на свой первый заработок. Видя, как Фрида мается, как страдает от неудачи всех наших попыток, я пробовала утешить ее, в сотый раз перечисляла все добрые предзаменования, а потом говорила, Фридочка, будет ли Иосиф свободен или нет, вы своей записью, именно вы и именно этой записью, этим замечательным художественным документом сделали неизмеримо много. Эта запись теперь опубликована, смотрите, Огонек, 1988, год, номер 49, страницы 26-30, примечания составителя. Не только для него, для его освобождения. Вы первая из наших писателей докричались до мира, и ваш голос услышали все, кто жив еще, зову живых. Сами вы рассказываете, как незнакомые люди на улицах пожимают вам руку. Запись, сделанная вами, благодаря художественной силе своей, заставляет каждую пережить этот суд, как оскорбление, лично ему нанесенное, и сделаться вашим союзником. И вот тут-то снова поднимал голову наш постоянный спор. А мне этого и не надо. Сердито, упрямо, а иногда я со слезами в голосе повторяла Фрида. Никакого этого значения в литературе или общественной жизни. Мне надо одно, чтобы мальчик был дома. Раз я этого не добилась, я испытываю только неловкость, когда люди не весь за что с благодарностью пожимают мне руку. Этой записью я надеялась спасти его и не спасла. Я повторяла ей опять и опять, что если Бродской будет спасен, то именно благодаря ее записи, что кроме четырех-пяти людей в Ленинграде, кинувшихся ему на выручку с самого начала травли, до четырех-пяти в Москве, которые тоже начали действовать сразу после гнусной статьи в газете, все остальные, а их десятки, мобилизованы именно ее записью. Я пытался объяснить ей, что запись литературный шедевр, что она также отличается от стенограммы, как живопись мастера, от плохой фотографии. Это портрет каждого свидетеля, отчетливый, незабываемый, резко очерченный, портрет судьи, общественного обвинителя, и, наконец, больше, это портрет самого неправосудия. Я делала опыты, показывала запись тем, кто сам присутствовал на суде, кому все было известно и без нее. Они читают и видят пережитое по-новому, и плачут, и гневаются, как не плакали тогда. Такова власть искусства, воспитательная, познавательная, несокрушимая. Фрида слушала меня неохотно, хмуро, без интереса. О, конечно, она учительница, она журналистка, гораздо лучше меня понимала, что такое воспитание в самом широком, истинно общественном смысле. Но при этом от каждой своей статьи в газете, от каждой судебной или иной записи она привыкла требовать прежде всего результата совершенно прямого, конкретного. Чтоб выпустили человека из тюрьмы, чтоб дали человеку комнату, чтоб восстановили человека на работе. Прямого результата запись суда над Бродским, несмотря на все наши усилия, не давала. А воспитательный смысл? А художественная ценность? Бог с ними, печально говорила Фрида. В последние недели Фридиной жизни, или, точнее, в последние недели Фридиного умирания, когда она уходила от нас, покидала нас, или, еще точнее, когда она покидала себя, лежа неподвижно на тахте в своей милой комнате, меня преследовал один и тот же сон. Возвращается Бродской, я во сне набираю номер А. Д. 142-97, и говорю, Сашенька, Иосиф вернулся, скажи маме, Сашенька, скажи маме. И во сне думаю, как хорошо, что она успела узнать, что я успела подать ей весть туда, на тахту, которая из веселой, мягкой, обыкновенной тахты превратилась в два твердых, как камни, непостижимых слова, смертный одр. Сон этот осуществился наяву, но к великому нашему горе не полностью. Бродской был освобожден через полтора месяца после Фридиной смерти. Он пришел ко мне. Мы вместе позвонили в Ленинград Анне Андреевне и его родным. Потом я сняла трубку и набрала номер А. Д. 142-97. — Сашенька, Иосиф вернулся, — сказала я Саше, когда тата звалась. Мы обе замолчали. Продолжения не было. Из горла ничего не шло на губы, с губ ничего в трубку. Я видел Сашу так же ясно, как если бы это был не телефон, а телевизор. Ресницы, волосы. Я видела пустую тахту. Я подумала, пойти разве на могилу, прошептать эти слова земле, Фридочка. Иосиф вернулся. В двадцатых числах июля, дней за десять до конца, Фрида в последний раз спросила меня о Бродском. И странно, мне показалось потом, когда я перебирала в памяти мои последние к ней приходы, что этот разговор был тенью нашего старого разномыслия. Бог с ней с литературой, был бы цел человек. Когда я вошла, Фрида лежала спиною ко мне и лицом к стенке, и когда я села в кресло рядом с тахтой, не повернула ко мне головы, не подняла глаз и поздоровала со мной только морщинкой. Это от усилия улыбнуться морщинка перерезала лоб. «Ну, как наш рыжий мальчик?» спросила Фрида медленно, словно по складам. «Рыжий мальчик». Дело стояло тогда на точке совершенно загадочной. Оно находилось у председателя Верховного Суда РСФСР Смирнова. И в течение трех месяцев нам по телефону и лично отвечали на спрос, что решаться оно будет через три-четыре дня. На письма же и телеграммы ответа вообще не было. Но все-таки у меня для Фрида была припасена хорошая новость. Евтушенко, сказала я, вернувшись из Италии, представил в ЦК, как водится, записку о своей поездке. И там, излагая содержание своих бесед с представителями итальянской интеллигенции, заявил, что дело Бродского наносит престижу нашей страны огромный ущерб, что Бродского необходимо выпустить, и главное, как можно скорее издать книгу его стихов, потолще той, какая издана на Западе. Там же он писал, что берется сам составить книгу и приготовить предисловие к ней. Книга Бродского, вот бы хорошо, сказала я. Фридачка показала мне рукой, чтобы я с кресла пересела на тот угол тахты, с которого она могла видеть меня, не поворачиваясь, и подняла веки. Не до предисловия тут, не до книги, сказала она легко, быстро, внятно, и затем снова с трудом по складам выпустили бы мальчика на волю. Книга — это потом. И закрыла глаза. Книга — потом. На первом месте человек — мысль мыслей. Глава четвертая Грозные очи Да, конечно, во Фридиной душе жили и Джо, и Флоренса, и те светлые диккенсовские героини, самоотверженные, трогательные, умевшие, любившие любить. Но была в этой душе другая струна, чуждой диккенсовским героиням, на которую я набрела не сразу, и которую не могу назвать иначе, как струною суровости. Фрида умела не только пожалеть человека, но и дать отпор, постоять за другого и за себя. — Как хорошо, что вы обороноспособны, — сказала я ей однажды. Вот эта ее обороноспособность явилась для меня неожиданностью. Сочетание доброты и силы почти никогда не было видно мною, разве что в характере Тамары Григорьевны. Я привыкла к тому, что если человек добр, мягок, чист, душевно, стал быть он слаб, беспомощен, и все по нему ходят ногами. Фрида беспомощной не была ни в какой степени, и обидеть не позволяла ни другого, ни себя самое. Один раз я попросил ее зайти ко мне, чтобы посоветоваться о каком-то моем издательском деле. Не помню теперь ни дела, ни ситуации, ни рукописи, ни издательства, о котором шла речь. Помню, что я была раздражена, утомлена и предлагала какие-то резкости и крайние меры. Фрида же, со свойственной ей трезвостью, ясностью взгляда, советовала мне не торопиться, кого-то подождать из отпуска, с кем-то еще поговорить. «Вечно у вас какие-то подходы», сказала я Фриде, раздражаясь. Фрида ничего мне не ответила и, скоро, сославшись на срочное дело, ушла. Был это вечером. А утром я обнаружила у себя в почтовом ящике письмо. Пришло оно не по почте, и, к моему удивлению, было от Фриды. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленской на дуэль. Холодно, сухо, колко и очень сурово. Фрида спрашивала меня, что означала моя фраза «Вечно у вас какие-то подходы». И зачем же нам, собственно, общаться, если я думаю о ней с неуважением? Тогда только я поняла, сколько серьезности вкладывает Фрида в свои отношения с людьми, и какие это для нее ответственные слова «Друг, дружба». Я схватила перо и от всей души попросила у нее прощения, объяснив, что дурацкие мои слова отражают только меру моей усталости в ту минуту, а вовсе не мою душевную мысль о ней, о ней, моем любимом друге, который давно уже стал для меня образцом прямодушия и чести. А в человеческих отношениях, в отношениях между друзьями, Фрида не терпела никакого лицемерия, двуличия, того легкого мелкого предательства, которое почти общепринято. И хотя она была человеком великого, можно сказать, музыкального такта, и вовсе не имела обыкновения каждой минуты и по каждому поводу, не щадя чужих нервов и самолюбий, резать правду матку в глаза, она была правдива в каждом своем слове. И ни на какое двуличие, и ни на какое светское лицемерие не способна. Я бы сказала, в ней не было ни грани предательства. В словах, обращенных к друзьям, она всегда искала точного выражения своих мыслей и чувств. И той же чистоты требовала она от других. Приведу случай, поразивший меня своей неожиданностью. Однажды, по просьбе знакомых, Фрида занялась устройством судьбы одной молодой женщины, назовем ее Соней, в самом деле бедствующей и в самом деле достойной всякой заботы, хотя бы по количеству свалившуюся на нее несчастье. Отец ее погиб в ополчении, отчим погибал в лагере, мать погибла, попав по трамвай. Сама она неудачно вышла замуж и, родив ребенка, рассталась с мужем. Литературно одаренная, образованная, хорошо окончившая университет, она тщетно пыталась поступить на службу. Время начало пятидесятых годов, происхождение еврейка. Словом, случай этот был совершенно для Фриды. Человек за бортом, человек в беде. Фриду вплотную заняла сониной судьбой, достала для нее на дом какую-то литературную работу, сделала попытку помирить ее с мужем, навещала ее, брала с собой в концерты, баловала девочку игрушками и сластями. Диккенсовская героиня в действии, добрая фея Фрида в своем репертуаре. И вдруг позвонила мне и попросила разрешения срочно зайти в рабочее время, среди дня на десять минут по важному делу, пришла и произнесла краткую речь. — Лидия Корневна, я вас очень прошу, я вас познакомлю с Соней, смените меня, пожалуйста, на этом посту, оставить ее одну нельзя, пропадет, нужен возле взрослый человек, а я с ней больше не желаю общаться. сказано это было с непреклонной решимостью. Что же она такое натворила, ваша милая Соня? Ничего она не натворила. Вы знаете, я редко отказываюсь от людей, а от нее отказываюсь начисто и навсегда. Не хочу ее видеть. Она дурно отзывается о наших общих друзьях, даже о тех, кого любит. Этого я допустить не могу. А у вас с ней общих знакомых нет, вам будет легче. Терпеть не могу неуважительных слов за глаза, да еще о близких. И под каким-то предлогом привела Соню ко мне и больше никогда с ней не встречалась. И слушала меня сухо и хмуро, когда я рассказывала ей о своих попытках устроить Соню на работу. Не выношу этой черты. Смеяться за глаза над теми, с кем дружишь. Через это я переступить не могу. Ее оскорбляла даже тень двуличия и двоедушия, нечистота, не прямота отношений, не полнота доверия или самоотдачи. Заступаясь за кого-нибудь, хлопача о ком-нибудь, она была с этим человеком вполне, всей душой, всей мерой честности и веры. Я замечала не раз, что, оказавшись у нее в комнате, я мгновенно успокаивалась после любой передряги, словно самый воздух был там целителен, обращен ко мне, повернут ко мне, как обращена и повернута ко мне была вся полнота Фридиного внимания. Оставаясь всегда независимой в мыслях, поступках и чувствах, Фрида умела в то же время повернуться к человеку вполне, словно наклониться над его особенной болью. Воздух у ее комнаты был чист от занос и осколков стекла. Но этой чистоты, цельности чувств, и, если можно так выразиться, честности их, естественно, ожидала Фрида и от других. Не только ожидала, требовала. Вспоминая, как однажды, получив из Ленинграда известие о тяжелой болезни сына одного из друзей, она бегала целый день по Москве, во всех буфетах покупая апельсины. Мальчику разрешено было питаться одним лишь апельсиновым соком, а в Ленинграде фруктов вообще в эти дни не было. По телефону она условила с ленинградцами, что апельсины доставят в Ленинград проводник стрелы. Отвезти корзинку на вокзал еще днем вызвала Саша. Вечером я была у Фрида в гостях, Саша собиралась на вокзал неохотно, медленно, без конца искала под зеркалом шапочку, потом перчатки, потом уже одета и села в кресло с корзиночкой на коленях, раскинув руки. Ей, бедняге, сильно хотелось спать. Фрида посмотрела, посмотрела на Сашу, и вдруг ее ласково карие очи засверкали прямо-таки грозно. Голос зазвучал металлически. Я увидел ее учительницей в классе, пионервожатой перед строем, а может быть и прокурором в зале суда. — Раздевайся, сказала она, и ложись спать. На вокзал я поеду сама. Посмотри на себя в зеркало. С таким лицом не делает добрых дел. ей мало было того, чтобы Саша исполнила взятое на себя поручение и вовремя отвезла на вокзал апельсины. Ей надо было, чтобы Саша была счастлива, представившейся возможности помочь друзьям. От доброго поступка Фрида требовала полноты, щедрости, того, что делает поступок не только правильным, но и красивым. она сильно чувствовала эстетику добра. Ей хотелось полюбоваться Сашиной радостью, везу больному апельсины. Увидев на лице у Саши недовольство и скуку, она оскорбилась, и хотя Саша после ее слов мгновенно полетела на вокзал, Фрида весь вечер не могла успокоиться. Такой же взрыв негодования, такие же грозные очи, я видела еще всего один раз. На этот раз Фрида была оскорблена неполнотой дружеского доверия. Это было уже совсем-совсем другие времена. Болезнь, больница. За несколько месяцев до болезни, когда Фрида еще была или, во всяком случае, казалась и считалась здоровой, Руня в один из своих приездах в Москву обиделась на нее, упрекнула ее в невнимании, поссорилась с ней, и уехала из ее дома, не помирившись. Обе они от этой ссоры глубоко страдали. Галя рассказывала мне, что когда Руня ушла, так и не приняв Фридиных объяснений, Фрида, оставшись одна у себя в комнате, громко зарыдала, а когда домашние вошли к ней, вскрикнула, не помня себя, «Уйдите все! Я потеряла Руню!» Фрида не была истеричной. Рыдания и крики были у нее не в обычае, потому Фризен крик сильно поразил близких. Говоря об этой ссоре со мной уже вполне спокойно и даже холодно, она объяснила, «Конечно, я мучаюсь от того, что у меня больше нет Руни, но это не главное. Главное вот что, если такой близкий человек, она ведь сестра мне, могла так мне не поверить, могла так поступить со мной, значит, на свете все возможно». Ссора с Руней подрывала ее веру в людей, в дружбу, в надежность и неколебимость человеческих чувств, ту веру, которой бессознательно она жила всегда. «Ведь Руни меня знает», говорила она с печальным недоумением, «и она могла мне не поверить, что же это творится на свете». К этому времени Фрида, пятидесятилетняя женщина, уже хорошо, казалось бы, знала, что бывает на свете, и все-таки дивилась Руниному поступку и не могла надевиться. Видя ее мучения, я от души желала, чтобы они помирились. Хотела этого, конечно, и она сама, но... Но вот тут-то я и увидала опять сверкнувшие на этот раз в больничной подушке Фридины негодующие глаза. Фрида лежала в больнице. О, какое это было страшное время для всех нас. После отчаяния наступает покой, сказала мне как-то Анна Андреевна Ахматова, а от надежды люди сходят с ума. Вот мы и сходили с ума. Для Фриды это время было сравнительно радостное. Операция осталась позади, желтуха проходила, она с каждым днем чувствовала, как к ней возвращаются силы, училась помаленьку сидеть, ходить, есть, читала, начинала писать. Ей сказали, что у нее воспаление поджелудочной железы, от которого ее будут лечить вливанием вену какого-то заграничного лекарства. Она лечилась доверчиво и старательно, а мы знали, что Виноградов, вскрыв брюшину, до опухоли не дотронулся и близким сказал «рак неоперабельный, случай безнадежный». А мы знали, что он добавил «попробуйте пять вторурацил, быть может, вот этим быть может мы и жили». Это и была та тень надежды, которая сводит с ума. Мне казалось, сама я живу какой-то призрачной, двойной, недостоверной жизнью. Фрида погибает и погибнет. С этой мыслью я ложилась и вставала. Фрида выздоравливает, и с каждым днем ей все лучше. Это было то, что видели мои глаза. Попробуйте, быть может, сказал слегка, пожав плечами виноградов. Что, если это «быть может» превратится в действительность? В эту пору сама я много болела, и бывала в больнице у Фрида гораздо реже, чем мне хотелось. Хотелось быть безотрывно все время. В дни, когда мне становилось лучше, я вставала и, сговорившись с Сашей по телефону, мчалась к Фриде. В мыслях моих она была погибающей, умирающей, и я мчалась на помощь. А примчавшись, видел обыкновенную Фриду, пожалуй, чуть-чуть похудевшую, веселую, радостную, выздоравливающую. Ее живой, милый голос, смеющиеся глаза, ее расспросы обо всех моих делах, о друзьях, подтверждали, что она здесь с нами, Фрида, такая же, как всегда. Возле нее я мгновенно успокаивалась, и мы болтали как прежде, то наедине, то вместе с Изей и Еленой Сергеевной. В ту пору, по-видимому, это был февраль 1965 года, Фрида иногда из пустого врачебного кабинета звонила мне по телефону. Все интонации, твердые, ясные, звучные, были мне привычны, знакомы, все ее словечки, обороты речи, да, это действительно я, в ответ на мой возглас Фрида, или это мне, как говорится, уже нелюбопытно, в виде укора кому-то, или осуждающий, это мне уже скучно слушать, длинная У. Я спрашивала, что принести ей в больницу? Она отвечала, подумав и с полной серьезностью, лучше всего, пожалуй, калачик. И вареную рыбку. И в ее произношении слово калачик звучало вкусно, аппетитно, чувствовав, что ей его действительно хочется. Но и этот простой ответ и обыкновенные слова калачик звучали для меня, будто откуда-то из потустороннего мира. Говорит Фрида, говорит звезда, говорит тот свет. Рак неоперабельный, случай безнадежный. А Фрида веселым голосом просит меня с того света, чтобы я принесла ей калачик. Было отчего сойти с ума. И вот я бегу, задыхаясь по больничной лестнице, сердце стучит в ушах, в горле, в животе. Бегу Фриде на помощь, словно от моей поспешности действительно зависит ее спасение. Третий этаж, коридор, еще коридор. Сердце стучит так громко, что я не сразу сквозь этот стук научаясь слышать Фридин голос. Фрида лежит в постели приветливая, улыбающаяся, правда, более слабая, чем в прошлый раз. Это заморское лекарство прямо-таки сбивает с ног, объясняет она. Слабая, но веселая, обо всем и обо всех расспрашивающая, рассказывающая о больных и врачах, словом, через минуту я вижу прежнюю, нашу обычную Фриду, и калачки хочется поскорее съесть. Сама она взять его сегодня не может. У постели длинная колба с прозрачной жидкостью, откуда в вену Фридиной руки беззвучно течет пятифторурацил. Это заморское лекарство, объясняет мне Фрида. Не подозреваю, что я-то знаю об этой жидкости больше, гораздо больше, чем она. Не обращайте внимания, оно пусть каплет, а мы будем разговаривать, совсем не больно. Разрежьте калачика, намажьте его маслом, пожалуйста. Нож в тумбочке, а масло на окне. Левой рукой она берет у меня калачик, весело жует, весело задает вопросы. Я стараюсь не смотреть на страшный бесцветный яд, колеблющийся в колбе, словно моя ложь, стоящая между нами. Стараюсь не видеть капельку крови на ватке, прилипшей к Фридиной руке. Она не знает, а я знаю, какими мучениями грозит ей этот бесцветный яд. Это отрава, это наша последняя сумасшедшая надежда на ее жизнь. Поверх одеяла у стенки стопочка писем. Видите, сколько много, говорит Фрида. Слышали, как дети говорят, сколько много? Она протягивает мне пачку конвертов. Я с удовольствием рассматриваю конверты, только чтобы не глядеть на отраву. На дно вижу обратный адрес Р. Зернова. От Руни, говорю я, получили? Да, говорит Фрида, и от Руни. Значит, вы помирились, скрикиваю я, вот чудесно. И вдруг с подушки из этих глаз, только что струивших приветливость, покой, ласку, мгновенная молния гнева. Ничего чудесного нет. Не могу же я каждый раз сложиться под нож, чтобы Руни снова начинала мне верить. Она нежно любила Руню и от души желала помириться с ней, но в приступе миролюбия, внезапно охватившего Руню, она чуяла натяжку, нарошенность, вызванную ее Фридиной тяжелой болезнью. А Фрида не хотела скидки на болезнь, это ее обижало. Ей-то было хорошо известно по опыту собственной души, что такое полнота доверия, и она ждала ее и требовала тех, кого любила. Ничто не могло ее ранить больнее, чем недоверие. К счастью для них обеих, за месяц до Фридиной смерти полнота доверия была восстановлена, они помирились. Но молнии гнева, сверкнувшие мне когда-то с больничной подушки, много объяснило мне во Фридиной сути. Глава пятая. Зубами. Да, Фрида по природе своей, не в пример милым и трогательным героиням Диккенса была вполне обороноспособна. К тому же она включала это качество в проповедуемый ею кодекс морали и чести. Однажды, это было очень давно, по-видимому, в начале пятидесятых, когда Фрида жила еще на Ермолаевском и работала над первыми частями трилогии, я зашла к ней, чтобы поговорить о ее рукписи. Между нами возник спор по поводу одной главы. Там рассказывалось о драке детдомовских ребят, Митя Королева и Коли Катаева, с бандитами. Ребята ехали в поезде и приметили, как двое здоровенных парней, перемигнувшись, вышли на площадку следом за молоденькой девушкой. Митя и Коля бросились туда и поспели как раз вовремя. Парни срывали с руки девушки часы. Митя схватился с одним, Коля с другим. Один бандит вышвырнул Колю из поезда, так что тот сломал себе руку, другой ударил Митю кастетом по лицу и повредил ему глаз. К счастью, на помощь подоспел проводник. Ему удалось задержать бандитов. Устами своего главного героя Колобалина Фрида Сурова осуждала тех педагогов, которые наперекор Колобалину полагали, что мальчикам не следовало ввязываться в эту драку, слишком уж неравны были силы. Я тоже не очень уверена, сказала я осторожно, еще не понимая, куда ведет меня моя мысль. Не очень уверена, что детей следует обучать ввязываться во всякую драку. Фрида взглянула на меня с интересом. Поджав ноги, она уютно сидела на тахте и толстыми шерстяными нитками штопала дыру в Сашином джемпере. Было тихо и тесно. Кто бывал у Фриды на Ермолаевском, тот помнит эти две крохотные узенькие комнатушки, из которых в одну можно было попасть сквозь тесноту другой, где даже самые необходимые вещи казались излишними. Комнатушки, из которых в коридор потихоньку выносили один-два стула, чтобы гость мог беспрепятственно войти в дверь. Как размещались там, жили, обедали, спали, работали пять человек, для меня всегда оставалось тайной. Особенно трудно было вообразить себе, как могли там писать свои книги двое профессиональных литераторов. А ведь иногда и даже очень часто там жили еще и приезжие гости. Правда, Фрида толковала мне, что по ночам двери не очень-то нужны. На ночь приставляется к дверям койка, вот и еще одно спальное место, и даже чертила на бумаге план, но мне ситуация все равно не становилась яснее. На этот раз тут было на удивление тихо. Кроме Сашеньки и нас дома никого, а Сашенька черные косы и белые банты смирно сидит за маленьким столом у окна в проходной комнате и делает уроки. В другой мы с Фридой, положив рукопись на тахту, рассуждаем о повести. Стоит ли учить детей ввязываться во всякую драку, повторила я. Во всякую, конечно, нет, ответила мне Фрида, но ведь тут ясно, на чьей стороне правда. Здоровенные бандиты отнимают часы у девушки. Я ответила ей, что уголовный мир весьма организован, что, когда двое отнимают часы, на стрёме стоит третий, что у нас существуют целые улицы, а говорят и целые города, взятые бандитами под контроль. И хотя ясно, кто тут прав, кто виноват, но учить детей, детей, подростков, с голыми руками кидаться на вооруженных варюк преступление. — Погибнут лучшие, вот и всё, сказала я. Бандиты останутся невредимы. Следует ли посылать подростков на смерть или увечье? Спасенные часы стоят ли коленой руки Митиного глаза? — Дело тут не в часах, ответила Фрида. На человека напали бандиты. Оставить его без помощи, один на один, с бедой? В эту минуту в комнату ворвалась Сашка. Давно уже, приоткрывая дверь, она заглядывала к нам, стараясь сообразить, попадёт ей, если она помешает или нет. Убедившись, что мы не работаем, то есть не перелистываем рукописи, не пишем, а просто-напросто разговариваем, она решилась. Вбежала в комнату и кинулась на маленькую Фриду. Толстая, круглоглазая, большеногая, животастая, именно кинулась, обнимать, целовать, тормошить, затем и пришла. Сначала она столкнула на пол рукопись, потом рабочую корзиночку с нитками и клубками. Сев на пол, чтобы подобрать листки и нитки, толкнула столик, стоявший возле тахты, и с лампы слетел абажур. Всплеснув руками, она надела абажур на лампу, в отчаянии поцеловала Фриду ещё раз и выбежала вон. — Да чего же неуклюжая и огромная, сказала Фридовского смех. — Не по нашей жилплощади. — Вот что, сказала я. — Вот, например, ваша Сашка. Представьте себе, что она едет в трамвае, почти пустом. Ей сколько? Четырнадцать? Пятнадцать? Рядом с ней ещё какая-то девочка. С этой девочкой бандиты срывают часы. Должна ли Саша ввязываться? — Непременно, — ответила Фрида, продолжая штопать. — Конечно, должна. — А что ж, вы думаете, она должна, как ни в чём не бывало, катить дальше? — Но с чем же она на них бросится? — У мальчишек хоть кулаки есть, а она о чем будет драться? — Косами? Фрида подняла голову, сверкнули глаза. — Зубами, — ответила она мне с сердцем. Белые крепкие крупные зубы разом перекусили нитку. И я сразу вспомнила любимейший рассказ Пантелеева Маринка. В начале войны, когда Маринка, маленькая героиня рассказа, была ещё румяная, весёлая, сильная, толстая, она со смехом грозилась. Если немец посмеет войти к ней в комнату, она его с зонтиком, она его лампа, она его калошей. В блокадную страшную зиму автор, живущий по соседству с Маринкой, зашёл навестить её. Маринка изнурена голодом, холодом, жизнь её еле теплится под грудой одеял на кровати. И когда автор, продолжая старую игру, задаёт ей прежний вопрос, что бы ты сделала, если бы сюда ворвался немец, она молчит, молча оглядывает комнату, как бы примеряясь, прикидывая. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы. Стулы ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всём доме днём с огнём не найдёшь. Наконец, она ответила мне, я не расслышал, я только видел, как блеснули при этом её маленькие крепкие зубки. — Что? — переспросил я. — Я его укушу, сказала Маринка. И зубы её ещё раз блеснули, и сказано, это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому фашисту, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату. Фрида, по-видимому, тоже вспомнила этот рассказ. — Зубами, повторила она, чем хочет, но не сметь оставить человека в беде. — Я не думаю, что Саша Москвина, героиня «Любимой улицы» и «Семейного счастья», это Фридин автопортрет, но не сомневаюсь, многие черты своего характера и притом основные Фрида подарила героине этих книг. Ключ к характеру Саши Москвиной, то есть к характерам их обеих, Саши Москвиной и Фриды Вигдоровой, дан в разговоре между Сашей и доктором Королевым. Дмитрий Иванович Королев, хирург, она медицинская сестра в хирургическом. Они хорошо сработались и относятся друг к другу с высоким уважением. И вот однажды, когда они вместе идут после тяжелого операционного дня до метро, Саша Москвина спрашивает у Дмитрия Ивановича, почему это ему вздумалось пригласить ее на работу к себе в больницу. Прежде она работала в детской консультации и в качестве патронажной сестры навещала маленького Юру в той квартире, где жил Королев. Однако знакомы они не были, он никогда даже не видал ее, и вдруг Дмитрий Иванович подошел к ней в коридоре, представился, и предложил перейти на работу в больницу, к нему, в хирургическое, где освободилось место медицинской сестры. Теперь, когда они подружились, Саша Москвина решается спросить у доктора, чем было вызвано это приглашение. Ответ Дмитрия Ивановича весьма примечателен. До приглашения он Сашу и в глаза не видал, но много слышал они от соседей по квартире, и все только хорошее. Больная бабушка твердила, что Саша лечит лучше всякого доктора, а соседка Тоня та прямо-таки повторяла каждое Сашину слово Королева в назидание. Какое бы несчастье ни случилось с человеком, Королев недавно потерял жену, нельзя глохнуть, если несчастье, умирай, погибай, а душа пускай будет жива, повторяла ему Тоня Сашина слова. Разговор между Дмитрием Ивановичем и Сашей Москвиной, идущими по улице, далее развивается так. По-моему, это все не про меня, сказала Саша, какой-то рождественский рассказ. Да, как в хрестоматии. И вы оценили меня за мои хрестоматийные достоинства? Вот тут-то и заковыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думала, ну что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. Занималась бы своим делом, что ли? Ведь она патронажная сестра, а не Франциска-систская. И вот прихожу раз домой и вижу, во дворе ребята собрались и галдят. Что спрашиваю вас такое? Они отвечают, патронажная сестра дала Гошке по морде. Какая патронажная сестра? Ну та, которая с детской консультацией ходит к Юрке Киселеву. За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему полтинник, полтинник. Так кажется, дразнит безотцовских. А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело? Было. Ну а тут как раз ушла из нашего отделения сестра. Рискну, позову эту самую Сашу, которую, не знаю, даже никогда не видел. Вдруг повезет. После операции человека надо беречь как хрустальную вазу, что ли. Ему надо сказать «дорогой» или там «голубчик» или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору не обязательно, а сестре, которая выхаживает, непременно. Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли, а когда съездил человек по физиономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушиные слова? Да, Фрида умела говорить петушиные слова, умела беречь человека словно хрустальную вазу. Повторяю, даже воздух в ее комнате был особенный, проникнутый радостным вниманием в гости. Для меня ее комната всегда была тем блаженным островом, где я могла дышать и двигаться, не опасаясь наступить на стекло или проглотить кусочек острого металла. Общение с Фридой как будто накладывало перевязку на больные места. Сколько петушиных слов сказано мне ею по телефону, с глазу на глаз, в письмах, слов, которых я никогда не забуду, утоляющих боль. Но я думаю часто, быть может, потому слова эти нежные, простые, имели врачующую власть, что они были обеспечены всем золотым запасом республики, как написано на деньгах, всем запасом Фридиного мужества, Фридиной способности, подобно Саше Москвиной, ответить на оскорбление человека ударом. Потому она умела исцелять, что нежность ее была сродни той, о которой сказано в стихах Александра Гитовича. Ты, говорит Гитович, обращаясь к великому художнику его полотну, научил нас, что сила становится доброй и что нежность становится сильной. Глава шестая Гюго Полис Но Саша Москвина при всем своем сходстве с Фридой все-таки беднее, чем ее создательница. У Фриды была еще одна черта, которую она хоть и подарила своей героине, но все-таки, на мой взгляд, недостаточно в ней культивировала. Юмор. Именно эти сочетания силой с нежностью, доброты, с суровостью и серьезного, высокого, ответственного отношения к жизни с богатым и разнообразным чувством юмора, именно эти редкостные сочетания, причудливо совмещающиеся во Фриденом характере и делали ее такой пленительной. Как она любила смеяться, как радовала шуточной песне, пародии, эпиграмме. Она была первой ценительницей шуток, эпиграмм, смешных словечек, работа таких мастеров, как Раскин, Паперный, Наталья Ильина, Казакевич, Светлов. Книги ее, особенно последние повести, проникнуты юмором насквозь. Мы читаем их, улыбаясь. Над одной страницей улыбаемся светло, над другой насмешливо, над третьей со злостью. Катя и Аня, маленькие героини последних повестей, созданы не только страстной наблюдательностью талантливого педагога, для которого воспитывать было все равно, что дышать, не только материнской любовью, но и способностью автора взглянуть на любимейших своих героев со стороны и ласково посмеяться над ними. Дай хлебушка белого, на всякий случай говорит Катя, иногда в самых патетических местах, и мы смеемся. А для того, чтобы создать Прохорову, медицинскую сестру Прохорову, злую тупицу, в туго на крахмальном халате, бессердечную, бесчеловечную, с восторгом клевещущую на доктора Королева, по первому сигналу свыше, необходима была уже не насмешливость, а настоящая злость. Помните Прохорову? Ее нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать. Ей нельзя было рассказать ничего интересного, она все знала наперед, и ответ у нее был один. Какие все ученые стали. Еще она говорила, я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просит. И еще она говорила, жить надо посредством. И еще, не вижу я радости от замужества, много радости стирать мужские портки. И еще а зачем мне дети вырастут хулиганами или пьяницами. Для того, чтобы создать портрет этой бюрократки от медицины, этой мастерицы бесчеловечия, в самой человечной из профессий, надо было обладать юмором. Уже не веселым, а суровым, угрожающим. Доктор велел, чтоб Петров чаще отхаркивал, говорит Саша Прохорова, сдавая дежурство. Знаем. Не то придется делать трахеотомию. Слышали. Дмитрий Иванович велел позвонить ему в девять и сообщить, какая температура у Волковой. Это у бабушки с тромбозом, что ли? Да. Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура? Ей восемьдесят восемь лет. Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату. Чего вам, больной? Пить. Вам нельзя пить. Пить. Не капризничайте, больной. Нет, от нее не дождешься петушиного, человеческого слова. Ей никто не интересен и не жалок, никого она не бережет и не любит. Она исполняет свои обязанности. Двойник Прохоровой та особа в кудельках и кружевах с розовыми ноготками на толстых пальцах, которые приходят в дом к поливанам тоже для того, чтобы исполнить свои обязанности, чтобы научить Сашу подать кляузу на мужа. Это уж бюрократка не от медицины, а от так называемой общественности. В наши дни бюрократы, мещанин понятия однозначные. И обе они, медицинская сестра и общественница, прежде всего мещанки. Мелкое ненавистничество Прохоровой прикрыто исполнительностью и туго накрахмаленным халатом. Страстная жажда сплетен у ее духовной сестры модной кофточкой и борьбой за здоровую советскую семью. Помните, сыпет, сыпет словами, находит, что в комнате у Саши очень уютненько, сетует, что из магазинов исчезла ленинградская мулине, советует Саше поставить на полочку бархатные розы, потом советует обратиться к общественности. Напишите нам кратенькое заявление. Получив кратенькое заявление, гадина начнет лечить административными методами Сашину душевную рану. Эта представительница общественности смешна и страшна, и свойство настоящей сатиры более страшна, чем смешна. Никогда не забуду, как Анна Андреевна Ахматова, прочитав Фридину запись заседания месткома в Тульском музыкальном училище, сказала мне, это самое страшное, что я когда-либо в жизни читала. Фридину запись Суда Надбродским она прочитать не пожелала. Многие записи в блокноте журналиста и блокноте депутата, сделанные как бы по случайному поводу, такие как «За смертью Носова» или «Я член партии» нельзя читать без смеха, и смех этот, как плуг, поднимает глубокие пласты современной жизни и заставляет глянуть в глаза в глаза ужасу. Смеешься, читая блокнот, а захлопываешь его, содрогаясь от боли. Ребеночек народился, мальчик, кричит человек, которому некуда привезти этого ребеночка вместе с матерью из родильного дома. Смешно объясняется с ним председатель, смешны первая, вторая, третья речи правдома. Фрида обладала чутким слухом к современной речи со всеми ее канцеляритами и мещанизмами, и слух к уродствам речи вел ее с поверхности явления вглубь. Остановлюсь на первом пункте о количестве квартир, включившихся в соревнования за социалистический быт. Они выполняют пункты, чтобы сберегать спецфонд и соблюдать взаимоотношения. Есть четыре семьи в хороших взаимных отношениях, люди стали более общаться, и мы должны афишировать, когда работает клуб и кинопередвижка, а то афиши нет и люди не знают. Нам некоторые говорят разные нарекания, и, конечно, извините за грубость, мы, конечно, много напрокоделили, но есть такие, что зря злорадствуют, и если по-ихнему не вышло, то делают улыбочку. Вот Пахомова из дома шесть Понеждановой, она бегает в единственном числе и смотрит, что не так. Смешно? Пожалуй. И невинно. Благодушно. А на следующей странице нас подстерегает ужас. Во фризенных блокнотах сырой жизненный материал, схваченный на лету, записанный на слух, превращался в мощную сатиру. Мы хоть и говорим о квартирах социалистического быта, но я должен сказать о подвале в доме шесть по улице Огарева. Этот подвал не сегодня-завтра обрушится, будут жертвы, людей надо немедленно переселять. Переселять некуда. А что мне людям говорить? Разъяснять надо, агитировать и пропагандировать. Плохо. Что, то есть, плохо? Вы из какого государства приехали? Про что вы это говорите? Плохо. Внезапно дверь открывается и в комнату вваливается пьяный. Нас каждую осень затопляет дерьмом и дождем, и если нас затопит и убьет, вы все, все будете виноваты. И в писаниях, и в жизни Фриде присущ был именно юмор, разнообразный и глубокий, острословие не было ей свойственно. В беседах с друзьями острила Фрида редко, а может быть и никогда. Я помню ее пересказывающие чужие остроты, но собственных ее острот не припомню. У нее были свои излюбленные выражения, которые она часто употребляла, и среди них я не помню ни одного каламбура. Речь ее была проста. Ну, это еще надо, как говорится, поварить в голове, говорила она, задумавшись над каким-нибудь делом. В конце высказанных кем-нибудь и ею самой соображений, предположений, она спрашивала чтобы подвести итог. Как же мы будем поступать? Строго, деловито, рассчитанно. В ее речи сказывался навык журналиста, депутата, привыкшего обдумывать и обдумав действовать. Как же мы будем поступать? Но с каким очаровательным юмором пела Фрида песни галича или лагерные, тюремные? С каким юмором писала письма? Вот одно из них от 1 ноября 1964 года полные грусти и юмора. Живу я в сутолоке и неразберихе. Мою двоюродную сестру Веру, дочку нашей тети Фани, оставил муж. Тетя Фани приходила помогать Фриде по хозяйству. Тетя Фани не ходила целую неделю, а мы тем временем опускались на дно. Никто не готовил обеда, никто не покупал масла и сахара, некому было гулять с Наташей. Александр Борисович, похлебав нашего с Галей неквалифицированного супа, сказал, если так будет продолжаться, я буду вынужден настаивать, чтобы Сеня вернулся в семью. Сеня Верочкин муж И кажется, так оно и будет. Когда он ушел, Верочка сказала, я брошусь с пятого этажа. Он ответил, ну и бросайся. Она, я умру, если ты уйдешь. Он, ну и умирай. Тогда Вера сказала, я пойду в твою парт-организацию. И он вернулся. Александр Борисович очень доволен. Мои девочки в смятении. Зачем ей муж, вернувшись под конвоем? А я почем знаю? Мне жалко ее было, а теперь нет. Почему я все это рассказываю? К тому, что тетя Фаня, видимо, с завтрашнего дня снова начнет ходить. И мы сможем уехать в Переделкино. Меня мучает и угнетает, что нет никакого ответа на наше письмо. Оно получено, но ничего не сдвинулось. Очередное наше заявление в защиту Бродского, на этот раз поручительство. Я думаю, а вдруг моя подпись испортила дело? Это было в ту пору, когда начальство уже сильно злобствовало на Фриду за ее запись суда над Бродским. Вот тогда я тоже с пятого этажа и прочее. Письмо это сильно напоминает страницу из какой-нибудь Фридиной повести, та же легкость рассказа, свойственная Фриде, как прирожденной билетристке, та же легкость переходов, тот же юмор, то веселый, то горестный. Писала она, случалось, письма совершенно юмористические, письма шутки, письма пародии. Привожу одно к Корнею Ивановичу. В статье об искусстве художественного перевода, напечатанной в литературной газете, он по ошибке выдал работу одной переводчицы за работу другой. Об этом его решил известить Фрида. А так как в своей статье он говорил о необходимости для переводчика изучать богатство родного языка, и широко пользоваться синонимами, то она написала свое извещение так. Дорогой, высокочтимый, бесценный, неоценимый, безмерно высокой Корнею Иванович, мы с восторгом, наслаждением, упоением, беспередыху, взахлеб прочитали, усвоили, заглотали, втемяшили себе в башку вашу превосходную, блистательную, на большой палец великолепную, мировецкую, отменную, лихую статью, но хотели бы, жаждали, мечтали, имели такую думку, желали бы, чтобы вы учли, взяли на заметку, благоволили заметить, зарубили себе на носу, намотали на ус, что наша обожаемая, любимая, дорожайшая, милая нашему сердцу, Мария Федоровна, Лорие, никогда, во веки веков, отродясь, в молодых ногтей, не переводила, не перелагала, не переворожала, не перепирала на язык родных осин, дубов, берез, кленов, развесистых, клюквы, ни строчки Олдиджа. Это не мешает, не препятствует, не прикословит, не противоборствует нашему высокому уважению, культу, вашей особы, персоны, личности, божьего подобия, образины. Всегда ваши, любящие вас, читатели, почитатели, уважатели, любители, смакователи, заушатели. Всю жизнь, до своей последней роковой болезни, Фрида отличалась изобилием физических и душевных сил. Они были отпущены ей не в обрез, а с избытком. Эта избыточность сил роднила ее с детьми и с людьми совсем юными. Она любила веселье, шумное, молодое, с танцами, лыжными вылазками, вином, веселиться так веселиться. Однажды зимою, лет десять тому назад, мы вместе оказались в Малеевке. С раннего утра до обеда Фрида работала, потом в большой компании бегала на лыжах, а вечером танцевала в гостиной, не пропуская ни одного танца, до той самой минуты, пока старшая сестра не приходила гасить свет. А сколько, несмотря на даль, к ней приезжала из города друзей, сколько дней рождений своих старых и новых знакомых она успела за этот месяц отпраздновать. Когда она уезжала, я вышла проводить ее к машине. Оказалось, провожает ее половина санатория, писатели, медицинские сестры, врачи, даже сам шеф-повар. Постареет теперь наш дом, сказал мне незнакомый человек, стоявший рядом со мной на крыльце. Уехала Фрида Абрамовна. И в самом деле дом после ее отъезда потускнел, поскушнел, словно лишился ключа молодости, хотя в доме оставались женщины гораздо моложе, наряднее и элегантнее Фриды. Очарование ее было в непосредственной радости жизни. Люди могли еще совсем не знать ее, но их влекла к себе эта круглоглазая, белозубая, чуть курносая улыбка, в которой светилось горячее оживление, то самое, которое и так мило нам в детях. Хорошо, что сегодня мороз, хорошо, что лыжи скрипят, хорошо, что музыка играет, но можно танцевать вальс. Вот что говорила эта улыбка, и каждый чувствовал, а это в самом деле хорошо. Избыток жизненных сил побуждал Фриду культивировать празднества, на которых можно было дать волю гнездившемуся в ней веселью, дни рождения, встречи Нового года, елку, с приездами ленинградских друзей, с маскарадом и лотереей, и уж, конечно, с экстренным выпуском домашней стенной газеты, полной карикатур и всяческих пародийных причуд. Шутка, пародия неудержимо влекли ее к себе. При этом она такая строгая ко всякому обидному, царапающему слову, обращенному к ней самой или к кому-нибудь в ее присутствии, обожала, я не могу подобрать другого выражения, обожала, когда предметом вышучивания или пародии становилась она сама, ее повести, статьи или образ жизни. На последнем праздновании дня Фридиного рождения, 16 марта 1965 года в Переделкине, Саша за именинным столом исполнила песенку, сочиненную Еленой Сергеевной, где издевательски, на уличном блатном языке, было изложено содержание Фридиных повестей. Громче всех, счастливее всех, смеялась Фрида, закидывая голову, блестя глазами и сверкая зубами. Вот как изложен был в песне трудный любовный конфликт в семье Поливановых. И собрала тут Саша чемоданы, в деревню еду, ты меня не жди, а обе дочки, Катенька и Аня, стоят и плачут у мамы на груди. Тут этот Митька сразу оклемался, мол, не езжай, один я не могу, а Сашка стерева бровью не поводит, на пояс села и больше ни гу-гу. Фрида нисколько не оскорблена была грубостью, с какой в этой песне изображены были сложные, тонкие психологические перипетии. Ее веселил этот неожиданный угол зрения. Еще тут Репин зачем-то ошивался, в чем было дело, сам я не видал, но говорили добрые соседи, что он в деревне к ней в окно сегал. Фрида веселилась, и праздник ее был весел, хотя двойное чувство радости и страха, наверное, томила в этот день ни одну меня. Фрида в эту пору с каждым часом становилась, видимо, бодрее. Конечно, о танцах или лыжных вылазках не могло быть и речи, но вместе с пастерначатами она пускала кораблики в канавах и лужах. Каждый день работала над своей повестью учитель, с восхищением слушала стихи Тарковского, радовалась излечением Натальи, ходила гулять с Сашей, Галей, Копелевыми, поднималась даже на могилу Пастернака, словом, выздоравливала. Иногда ходила она на прогулку и со мной, маленькая, в чужих громоздких валенках, исползающая на затылок шапки. Та же милая полуседая прядь на лбу, которую она все время пробовала пристроить под шапку, она легко, гораздо легче меня, делала Большой Круг, улица Серафимовича, улица Горького, улица Серафимовича, и потом обычно заходила ко мне погреться. Скинув валенки, забирала с ногами в плетеное кресло и натягивала на колени полосатую юбочку. Мы болтали, пили горячий чай из термоса, и я смотрел на нее во все глаза, проверяясь, сомневаясь, радуясь, не веря себе. Такая ли она, как всегда? Совсем такая или не совсем? Кажется, совсем темноглазая и белозубая, а сейчас еще и розовая с мороза. А что, если виноградов ошибся, и опухоль незлокачественная, и Фрида останется с нами? Немножко похудела, пожалуй, и кисти рук будто бы стали длиннее, затылок уже, плечи тоньше, но ведь это бывает и после любой операции. Не может сама достать с высокой вешалки шапку, тянет шов. Но это бывает после любой операции, и это скоро пройдет. Зато гемоглобин по последнему анализу стоит высоко, нас всех сильно утешал гемоглобин, и доктор в последний раз нашел, что в животе ничего не прощупывается, печень в границах. Я только теперь понимаю, часто говорила в эту пору Фрида, как здорово меня девчонки из болезней вытаскивали. И день ее рождения в этом году был словно днем победы. Фрида, нарядная, хорошенькая, сидела рядом с Александром Борисовичем во главе стола. Съехались друзья, навезли подарков, с утра пришел Корней Иванович и поднес Фриде куплет. От Москвы и до Аляски мне один соперник Раскин. За столом я сидела от Фрида по левую руку и между нами не колебалась в колбе таинственная бесцветная ядовитая жидкость, а стояли обыкновеннейшие бутылки с вином. На полу и на подоконниках корзина с пышными цветами. Вот эти корзины были, пожалуй, чем-то смутно неприятны, словно они напоминали о будущем, об ином неизбежном торжестве. Сергей Львович Львов Никто еще не знал, что через полгода он будет именоваться секретарем комиссии по литературному наследию Вигдоровой. Сергей Львович Львов исполнил рассказ о том, как, начитавшись Фридиных книг и статей, он дал себе слово никогда больше не проходить равнодушно мимо чужой беды, и какие смешные и неуместные вредные последствия имело это решение. Все смеялись, и Фрида больше всех. У Люши в магнитофоне живет Фридин голос. Сначала песни, потом письмо. Это письмо Оттона к Фриде, не настоящее, а сочиненное Сашей и ею самой. Есть в сущности веселая издевка не только над деловитым Оттоном, дающим Фриде разнообразнейшие и по большей части неисполнимые поручения, но и над ней же, над ее собственными постоянными хлоптами, добиться, чтобы Надежда Яковлевна Мандельштам была прописана наконец в Москве, чтобы одна переводчица была принята в жилищный кооператив, чтобы в плане издательства советский писатель была восстановлена книга одного уважаемого литератора, чьими-то интригами из плана вытесненная, поддержать свои рецензии молодого поэта, достать братья Маугли для внука Бориса Леонидовича и так далее и тому подобное до бесконечности. Вот что в виде оттоновского письма читает нам Фридин голос. Дорогая Фрида, должен вам сообщить, что вы меня удивили и неприятно удивили. То я звоню, у вас ячмень, то лихорадка, этак у вас завтра вскочит на левой пятке чирий, а из-за этого дела до сих пор в заключении. В артиллерийском училище в городе Калинине теперь теорию воздушной стрельбы преподают невежды, которые не читали даже кавки. Затем, Фрида, ведь я не раз напоминал вам, что Гюго хотел, чтобы после его смерти Париж переименовали в Гюгополис. Почему это еще не сделано? Это небрежность и непростительное. Этого надо было добиться хотя бы ради памяти старика. Париж в трансе. Теперь, Фрида, надо обеспечить две тонны бронзы скульптору неизвестному. Давно уже не был за границей Евтушенко. По моим наблюдениям ему нужно проветриться. Но с этим я вас не тороплю. Можете заняться этим после Нового года. Достаньте последний сборник стихов Рильке и пошлите его младшему дворнику дома номер 17 по Пролетарской улице в Тюмени. Не забыли ли вы, что пора выйдать замуж секретаршу Эренбурга от первого брака? С уважением, ваш Энн Оттон. Постскриптум. Только что Елена мне сообщила, что Манолис Глезос вышел из заключения. Благодарю вас, ваш Энн Оттон. Глава седьмая. Граница боя. Нет, в освобождении знаменитого грека Фрида не принимала участие, но она принимала самое деятельное участие в освобождении десятков людей. Многие обязаны ей свободой или облегчением участия. Я помню, никогда не забуду, ее поездку за сотни километров в лагерь к мальчику-девятикласснику, уличенному в воровстве, ее тамошний разговор с ним, ее переписку с ним, ее статью о нем в газете и свет ее глаз в тот день, когда его освободили. Помню хлопоты об Ивинской, единственной которых я не одобряла, и о Сермонах, и о юношах-моряках, которых травил антисемит-капитан, и о многих других. Осенью 1964 года в Комарове я разговаривала по душам с одной пожилой дамой, писательницей. На прогулке она рассказывала мне о всяких гнусностях, творящихся в Ленинграде, и закончила свой рассказ так. А знаете, в Москве образовался настоящий пункт по спасению людей. Это Фрида Вигдорова, нечто вроде спасательной станции для утопающих. Говоря об этом со мною, она не знала, конечно, что я давно уже дала Фриде прозвище «двенадцать подвигов Геракла» по имени одной книжки для юношества. «Фридачка», говорила я, узнав об очередной операции спасения, «разве вы человек? Вы просто двенадцать подвигов». «По-видимому, Вигдорова занимает у нас место Короленко», продолжала старая дама, «в другое время, в других условиях». «Ну, конечно, статьи ее не могут обладать той же силой, хотя бы потому, что цензура теперь более строгая, но дело она делает то же самое, дело русской интеллигенции, главное изо всех возможных дел, вытаскивать тех, кто попал под колеса». «Слушаю ее, могла ли я думать, что через год это же сопоставление имен Фрида и Короленко я услышу еще раз, но Фрида его никогда не услышит?» Эти имена произнесла во время гражданской панихиды Раиса Давыдовна над Фридиным мертвым лицом, над ее закрытыми глазами. «Фридина гражданственность была самой высокой пробы, естественная, органическая. Вряд ли ей даже было ведомо, что ее ежедневное заступничество перед мелкой или крупной властью за людей, попавших под колеса, носит это традиционное высокое название. Короленко, она удивилась бы, услышав, что она его дочь, дух от духа его, что она, Фрида, своей неустанной деятельностью исполняет ту миссию, какую взял на себя когда-то в иные времена защитник мультанских язычников, что она подняла затоптанную традицию русской интеллигенции, в которой принадлежала всем духом своим, всей своей сутью. Эти слова, традиция и миссия показались бы ей, наверное, неуместно высокими, а, быть может, рядом с ее именем и смешными. Однако это она сама, Фрида, двадцатилетней девушкой, придя в газету, попросилась работать по справедливым делам. Это ее собственное определение своего места в жизни. И так работникам справедливости, энергичным, изобретательным, веселым, смелым, не осведомляясь, какой справедливости, большой или малой, социалистической или буржуазной, лишь бы справедливости, которая столь же не нуждается ни в эпитете, ни в определении, как слово «правда», проработала до самого своего смертного часа. Ее гражданственность была традиционна и в то же время ни у кого не заимствована, ни из какой книги не вычитана, хотя в последние годы она пристально читала сочинения Герцена. Была так же органична и естественна, как чувство юмора или собственного достоинства. Фризины мужественные поступки проистекали не из книг, а из любви, из того же источника, что и удар по лицу, нанесенный Гошке Сашей Москвиной. Не столько из ненависти к хулигану, ненависть на это Фрида не тратила силы, сколько из любви к Юрке Киселеву, которого она считала себя обязанной защищать. Обязанной. Фрида была неспособна к предательству. И заступаясь, и защищая, она неизбежна, безо всякого умысла и замысла, одной лишь неумолимой логикой обстоятельств приведена была к острому столкновению с начальством. Осенью 1964 года начальство Союза писателей собралось исключить Фрида из Союза. И мы до сих пор не знаем, что, собственно, остановило этих высокопринципиальных товарищей с такой энергией, борющихся за чистоту писательских рядов. А летом 1965 дня за три за четыре до конца, когда Фрида неподвижно и уже почти безмолвно лежала на своих высоких подушках, словно поднятая на крест, словно распинаемая болезнью, и вся горечь испытываемого ей страдания сосредоточилась в неузнаваемом, запавшем, синим, будто брезгливостью искривленном рте. Дня за три или четыре до конца в тишине ее умирания прозвучал голос одного из крупнейших деятелей КГБ, знаменитейшего гонителя Пастернака. А Фриде он с негодованием сказал, «Вигдорова распространила по всей стране и за рубежом запись суда над Бродским и со свойственной ему меткостью литературных определений упомянул ее имя в числе писателей, которые развращают молодежь». Фрида, приближающаяся смертью, ограждена была от угроз и преследований. Но если бы она и была в эту минуту здорова, видела и слышала все, она не испугалась бы. И пункт по спасению людей, спасательная станция Фрида Вигдорова, бесстрашно продолжала бы свою работу. Когда сделалось известно, что в союзе начальство готовится ее исключать и уже подбирает для публичного шельмования кадры, один из Фридиных доброжелателей посоветовал ей на время уехать из города, взять какую-нибудь дальнюю долгую командировку и уехать. «Я не заяц, я не побегу», кратко и быстро ответила Фрида. Я в то время находилась в Комарове. Узнав о готовящемся исключении, я уже заказала билет в Москву, но была остановлена успокоительной телеграммой от Фриды и Копелевых. Вслед за телеграммой пришло Фридина письмо, подтверждающее, что затея руководителей союза увяло, не успев расцвести. Фриточка рассказывала, «Я хочу, чтобы вы поняли, я не волновалась, не горевала, не чувствовала ничего похожего на страх. Я только рада была, что у меня будет хоть минутная возможность сказать все, что я о них думаю. Кажется, не будет у меня такой возможности. Затихло, ну и слава Богу, скажу я, любя и жалея своих друзей и бедного Александра Борисовича. В моей жизни нередко наступали полосы долгого физического и душевного упадка, когда со мной случалось именно то, что Саша Москвина считала самым дурным. Глохла и слепла душа, уходя куда-то в себя или под землю, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг, и хотя бы этим временным отсутствием глухотой, слепотой сохранить последние силы. Это была усталость, это был результат пережитой нами эпохи. Наглая, открытая, не стыдящая за себя самовластье, под которым мы жили в 30-е и 40-е годы, учила одиночеству всех нас, в том числе и меня, вырабатывала навыки молчания и невмешательства. Множество людей и среди них литераторы жили по такому кодексу морали. Зачем вмешиваться кому бы то ни было во что бы то ни было, когда по-нашему не будет? Не лучше ли сидеть дома и тихо работать? По крайней мере напишешь, хоть и не вполне правдивую, но полуправдивую или четверть правдивую книжку и заработаешь относительно честным трудом для себя и для своих близких мало-мало денег, а откроешь рот и гибель неминуема, зряшная, пустая гибель. Это рассуждение имело некоторый смысл во времена Сталина, когда гибель выла у дверей, когда общество было напугано до состояния обморока, да и не было в сущности общества, а были разрозненные, одинокие, утратившие понимание люди, пребывавшие в обмороке, каждый в своей норе, пытавшиеся сохранить жизнь себе и близким. Но это же рассуждение о молчании, о невмешательстве сделало совершенно неверным в пятидесятые годы, когда внезапный стук в дверь перестал обозначать «за тобой пришли», означал «к жизни вернулся друг», когда люди начали между собой общаться, когда в стране после прекращения сталинских зверств начало робко, ощупью, складываться общественное мнение, когда всякое произнесенное вслух открытое слово долетало до жадных слушателей, когда ненапечатанные рукописи начали распространяться по городу с такой скоростью, словно они в самом деле обладали ногами или колесами, когда с быстротой, какая может быть присуща только великой стране и великому народу, начала расти и набираться ума новая демократическая интеллигенция, создавая новую литературу и откапывая клады прошлого в зарытые глубоко в земле. Все мало по малу выходит из гроба, из тысячи тысяч гробов, поэмы и судьбы, писала я в эти годы. В 1956 напоминаю, что в XIX веке в России шестидесятые начались в 1958 году, а в 20 в 1956. на наших глазах мученичество, еще недавно глухое, бессмысленное, переставало быть бесплодным и глухим, оно облекалось в слово и уже одним этим приобретало жизненный и исторический смысл. Слово более не пропадало в пустоте, никакое, ни устное, ни письменное. Один раз в беседе с Анной Андреевной Ахматовой в середине пятидесятых я упомянул о том, что Борис Леонидович, на мой взгляд, сильно тяготится вынужденным своим молчанием, его не печатают, не дают выступать с эстрадой. — Борис чудак, — сказала Анна Андреевна. Он не заметил, как переменилось время печататься, выступать, какое значение имеет сейчас печатают, не печатают. Стоит дать последнее стихотворение одному человеку, и на другой же день оно разойдется по городу в десятках экземпляров, и его прочитают все. И, напротив, почти все напечатанное скомпрометировано уже самим фактом своего напечатания. Так обстояло дело со словом письменным. Устное тоже разносилось далеко даже с невысокой заляпанной грязью трибуны союза писателей. Именно в это время я заново и как-то гораздо теснее прежнего сблизил с Фридой. Она первая из моих друзей почувствовала и осознала совершившуюся перемену. Именно она, Фрида, никогда, ни в какие времена, не предававшаяся без участию, выводила меня в сороковые из свойственного мне сосредоточенного оцепенения, а уж в пятидесятые постоянно побуждала о чем-то громко заявлять, за кого-то заступаться, чего-то требовать, побуждала собственным деятельным вниманием к окружающей жизни. Следя за происходящими в Союзе словесными битвами, она постоянно держала друзей и меня в том числе в курсе писательских выступлений и дискуссий на улице Воровского, в курсе всех чужих речей, реакционных и передовых, подлых, изворачивающихся, хитрых, прямодушных и гневных, доносительских и разоблачающих. Прослушав чье-нибудь выступление, я навсегда или очень надолго сохраняю в памяти этическую его направленность, его эмоциональную окраску. Я убеждена, что нигде человек со всеми своими задними мыслями, с фальшью или искренностью, не виден и не слышен столь ослепительно ясно, сколь на трибуне. Там, вопреки его воле, становится прозрачным насквозь его двойное или тройное дно. Однако моя память, легко схватывающая знаки человеческой подлости или чистоты, быстро утрачивает фактическую сторону дела. Что было раньше, что после, конкретные содержания каждой речи я забываю мгновенно. Фрида же, кроме памяти на душевные качества, обладала еще великолепной и журналистки натренированной памятью на всякий факт, на конкретные обстоятельства. Ей была свойственна везде и всегда редкостная толковость. К тому же, догадавшись раньше многих о большом общественном значении публичных боев в Союзе писателей, она взяла себе за правило записывать все выступления и постоянно прочитывала свои записи друзьям, на ходу комментируя записанные, разъясняя нам, где проходила в тот день подвижная, змеящая и сограница боя, с которой она никогда не спускала глаз. 23 октября 1956 года состоялось обсуждение книги Дудинцева «Не хлебом единым». Когда оно было назначено, я собиралась в Малеевку. Фрида хотела, чтобы я непременно приехала оттуда на это обсуждение, я же сказала ей, что не приеду, не очень-то нравится мне этот роман. «Дело не в том, хорош ли плохо роман», вздохнула Фрида. «Он как лакмус и бумажка. Те, кто его бронит, они в жизни по одну сторону, кто хвалит по другую». Дня через два после обсуждения бурного, прошедшего при огромном стечении народа в ЦДЛ и на улице вокруг, Фрида прислала мне в Малеевку полный подробный отчет. Не машинопись, оригинал. Помню большие листы, исписанные твердым уверенным почерком. Помню в ее записи речь Паустовского, грозную речь прокурора, изобличающую злодейство и ложь бюрократии, страшный счет, впервые громко вслух предъявленной интеллигенцией в сталинском режиме. Речь эта, с оказией присланная в Малеевку Фридой, ошеломила меня. Читая ее, я впервые подумал, что интеллигенция, как и литература, это прежде всего живая память народа. Это нестарлетописец, запечатлевающий события и судьбы. Утрачивая интеллигенцию, страна тем самым утрачивает летопись, и власть получает возможность сочинять любые побосенки, выдавая их за историю. Радио и пресса вдолбят эти нравоучительные выдумки в головы взрослых, школа заставит выучить наизусть детей, и хотят языка и стиля этих казенных нравоучительных сочиненных канцеляриях и редакциях легенд, за три версты несет ложью, как изо рта пьяного, волочным перегаром. На какое-то время эти сочиненные газетчиками-бюрократами умильные побосенки займут место истории. Ибо Нестор отсутствует, он запуган, сбит с толку, и не только не пишет летопись дальше, но и старые листки растерял. Паустовский говорил не о вымышленной, вызубренной, сдаваемой на всех экзаменах истории, а о настоящей истории народа. Ибо гибель писателей, актеров, художников — это страница из истории народа. Помню слова, написанные приденным почерком, таким родным мне, вот это я сама написала, они убили Бабеля, они убили Мейерхольда. Фрида ценила мои выступления и делала все от нее зависящее, чтобы я выступала почаще. Все годы я была членом бюро детской секции. Деятельность глубоко бессмысленная, потому что в бюро у меня не было ни одного друга, и окружающие каждое слово мое встречали настороженно, со скрытой или явной насмешкой. Мели-мели, все равно мы по-нашему сделаем, не по-твоему. Председатель Мусатов, человек бездарный, некультурный и грубый, еле со мной здоровался. Сменивший его кассиль был неизменно любезен, но толку от этого любезного спортсмена было так же мало, как от грубого дворника. В конце концов я перестала бывать на заседаниях, не желая потешать собою тамошнюю шваль. Но Фрида все равно находила мне в союзе работу. Нередко в своем почтовом ящике я обнаружила какую-нибудь книгу и коротенькую и поспешную записочку от Фриды приблизительно такого содержания. «Дорогой друг», иногда написал дружище, «не можете ли вы очень быстро прочитать эту книжку, и если она вам придется по душе, прийти послезавтра на Презизиум? Я просила прийти еще З и Икс. Автор книги когда-то резко высказался против Суркова, и теперь его не принимают в четвертый раз, хотя человек он талантливый и, подчеркнуто, очень хороший. Если его и сейчас не примут, ему погибать. Он живет всей семьей, в пятером в одной комнате, а квартиру ему не дают, не член союза. Я уже говорил о нем с таким-то и таким-то. Жаль, что эти записочки у меня не сохранились, но я хорошо их помню. Причины, почему не принимают того или другого Фридиного подопечного, часто менялись. еврейская фамилия или он переводчик, а у нас стараются не принимать переводчиков или поссорился с Соболевым. Беды тоже, если не примут им конец, потому что там бабушка больная и поликлиника хорошая необходима. Менялись причины, беды, характеристики, но сущность Фридиной просьбы была всегда одна. Вступитесь, помогите, позаботьтесь о человеке, которому худо, которому несправедливый. Вглядитесь в эту судьбу, прочитайте книгу. Я прочитывала, убеждалась во Фридиной правоте, шла на президиум, однажды мне довелось поспорить там с самым главным антисемитом приемной комиссии Алексеем Марковым, и иногда после выступления всех мобилизованных Фридой друзей президиум объявлял человека принятым к великой радости Фриды. Почти каждое мое выступление в эти годы в Союзе было возбуждено, подготовлено, выненчено ею. Обе мы были участницами альманахов литературной Москва. Там во втором томе Казакевич напечатал мою статью, отвергнутую всеми журналами, рабочий разговор. В третьем, впоследствии несостоявшемся томе, должна была напечаться прелестная Фридина вещица, Катя и Аня, которую по просьбе Казакевича и Фриды готовила к печати я. Обе мы сочувствовали этой смелой редакции. К тому времени Фрида была дружна с Казакевичем. В марте 1957 года, прочитав в газете подлую и грубую статью Еремина о литературной Москве, мы решили непременно идти на пленум и непременно отвечать Еремину. Будущий автор перевертышей выполнял свою обычную миссию, перевирая цитаты, искажая мысли, делал прямой политический донос на редакторов и авторов. При этом донос совершенно особенный, не начальству, которое само дало ему приказ донести и потому ни в каких доказательствах нужды не имело, а читателю, темной части читательской массы, в глазах которой следовало обосновать уже предрешенный всеми инстанциями конец альманаха. На утреннем заседании мы сидели с Фридой рядом, недалеко от трибуны, не помню, выступала ли она утром или уже после перерыва, но, во всяком случае, раньше, чем я. Помню, что, как и на всех, кто поднимался на трибуну, я и на нее такую для меня уже знакомую и привычную, взглянула тогда свежими глазами, как бы впервые, и опять увидел ее такую, какой увидела и в самом деле в первый раз в Ташкенте в 1942-м, и тоже было сейчас, как и тогда, бьющее в глаза впечатление от ее голоса, лица, улыбки, чистоты, сдержанности, даже застенчивости и вместе с тем силы. Да, Фрида выглядел на трибуне по-детски застенчивой, даже смущенной, словно ученица, впервые выступающей на школьном концерте, не знающей, куда руки девать под обращенными на нее взглядами. И в то же время, как всегда, исполнена чувством собственного достоинства и решимости. Сейчас на трибуне высказалась она очень коротко, определенно и ясно. В ответ на обвинение в том, будто автор литературной Москвы занимается очернением нашей действительности, что хорошие стороны, будто бы не показаны ими, а дурные подчеркнуты, Фрида сказала, неужели каждый раз, когда говоришь о каком-нибудь черном пятне, нужно непременно указывать, что рядом все остальное сверкающе белое? Если человек видит на улице горького дым и пламя и кричит пожар, неужели прежде чем закричать, он обязан перечислить те улицы и те дома, где все благополучно и пожара нет? К примеру, так, на улице Станкевича не горит, на улице Герцена не горит, на улице Чехова не горит, на Пушкинской и на Садовой не горит, в зале рассмеялись, а вот на улице Горького пожар. Если мы станем поступать так, то товарищ Еремин будет, по-видиму, вполне доволен, но я боюсь, что дом на улице Горького успеет сгореть. Зал, или точнее та часть зала, ради которой стоило подниматься на трибуну, проводила Фриду дружескими и благодарными аплодисментами. Ее любили. Фриде очень хотелось, чтобы говорила и я. Мне тоже хотелось, но я чувствовала себя в этот день плохо, шарахалась от света и звука и не была уверена в своих силах. Я сказала ей, в перерыве пойду домой, полежу, а там что Бог даст. Но Фридочке не хотелось меня отпускать. Она пошла вместе со мной. Мы шли пешком, бульварами, присаживаясь на каждую скамью, и здесь на скамеечках Фридова спрашивала меня и на ходу редактировала мою будущую речь. Она проводила меня до самых ворот, а через два часа заехала за мной в такси. Моё самое сильное впечатление от собственной речи — люстра, свободно плавающая под потолком. Всё плыло и колебалось в духоте, превращаясь где-то внутри, как всегда у меня, в гулкой ухующий стук сердца. Оно стучало в ушах, в горле, в животе, и стуком своим заслоняло все звуки, даже мой собственный голос. Однако одобрительный отклик зала я чувствовал непрерывно, не ухом, не глазом, а кожей, какую-то нашу с ним общую, теснящую и радующую тревогу. Когда зрение секундами прояснялось, я видела Фридину черную, тогда еще черную, голову, склоненную над бумагой. Она записывала. Я прочитала вслух стихи Нейман и Акима, злостно перебранные Еремином, прочитала их целиком, восстановив перед слушателями в истинном виде. Спросила у Еремина, кто он такой, чтобы похлопать по плечу Заболоцкого. «Стихи Заболоцкого имеют право на существование», снисходить, написал Еремин. Предсказала Рябову, этот издевался над Цветаевой, крокодили, и Еремину, что Заболоцкая и Цветаева, войдут в историю как замечательные поэты. А имена Еремина и Рябова люди будут помнить только как имена гонителей, хоть бы о своем будущем подумали, сказала я. Где-нибудь в собрании сочинений Цветаевой в примечаниях мелким шрифтом будет упомянут с нелесным эпитетом Рябов. В ту минуту, когда я, совсем задохнувшись, на ощупь, наливала себе воду в стакан, мне из президиума подали записку. Нечего было даже и думать читать. Я не видел уже ничего, даже люстры. Выговорив все, что мы приготовили вместе с Фридой, я сошла с трибуны, навстречу мне шел выступать Каверин, напялила пальто и выбежала на улицу. Фрида осталась в зале на своем посту записывать. Я села на первую тумбу, дышала, ловила ртом дождинки или хлопья, шел мокрый снег. Когда мне стало полегче, я под фонарем развернула записку. Я вас люблю. Ф. Написано было крупным милым почерком. Помню, я громко рассмеялась, сидя одна на тумбе. Фрида была довольна моим выступлением. Запомнив мои слова о будущем Еремина и Рябова, она часто потом повторяла «Подонки тем и отличаются от людей, что они никогда не думают о будущем, даже собственном, только о выгоде для себя и при том сей частной, сегодняшней». И в обсуждении в «Союзе» моей книги в лаборатории редактора 1960-й Фрида принимала самое сердечное участие, хотя я не выступала. Защищать меня не было нужды, обсуждение шло благосклонно, однако, тихонько сидя в пятом-шестом ряду с блокнотом на коленях и записывая все выступления, Фрида в уме готовила мой ответ, мое заключительное слово. И каждые десять минут я на трибуне получала от нее записочку приблизительно такого содержания. Отвечая «Зетт, не горячитесь, не стоит. Конечно, он несет чепуху, но безвредную. Ее можете пропустить мимо ушей, а человек он хороший». Или иначе, известно, что «Игрек», который сейчас так горячо соглашается с вашими нападками на самоправство редакторов, сам, когда был редактором, совершенно испохабил рукопись нашего друга Икс. У Фриды в мозгу была устроена словно особая картотека. Она отлично помнила, кто, как, когда и где выступал, кто и при каких обстоятельствах и в каком духе и даже какими словами высказывался. Да, она, кроме всего прочего, была на редкость толкова. На перевыборах я всегда садилась рядом с нею. Она производила работу, вычеркивая, спокойно, уверенно, с большим удовольствием и ни у кого не справляясь. Я же каждую минуту теребил ее. Фридочка, а кто это Балашов? Что мне с ним делать? Фрида мгновенно и без всякого усилия обращалась к своей невидимой картотеке. Балашов терпеливым шепотом объясняла она. Неужели вы не помните? Это тот подонок, который, когда Николаева давала отвод Грибачеву, крикнул? Я вычеркивала Балашова и, погрузившись в список, наталкивалась на очередного незнакомца и снова осведомлялась у Фриды и незримая картотека снова в одно мгновение выдавала мне нужную справку. Нет, это вы оставьте, шептала мне Фрида. Разве вы не помните? Когда началась травля тарусских страниц, он я оставляла. Мы тихо сидели в углу и вместе делали свою работу. Однажды случилось так, что я была очень занята и на какое-то предвыборное собрание не явилась. Фрида выговаривала мне. На этом собрании какой-то из крупнейших наших гангстеров прошел в правлении большинством всего в один голос. Вот видите, корила меня Фрида, если бы вы пришли, вы бы, наверное, его вычеркнули, и этого бы не случилось. Зато как ликовала она, когда мне, сказать по правде совершенно случайно, удалось на перевыборном собрании весной 1962 года добавить к списку восемь человек. И таким образом восемь человек из официального списка, восемь самых, что ни наесть махровых подонков, провалились к великому негодованию начальства. Для Фриды, как, впрочем, и для меня самой, это было сюрпризом. По каким-то обстоятельствам мы не видели с ней в дни предшествовавшие собранию. На самое собрание я опоздала, и хотя Сара Эммануиловна Бобенышева сразу через весь зал проводила меня к Фриде, которая по обычаю заняла для меня место рядом с собою, мы не успели с ней обменяться и словом. Председательствующий уже окончил читать список составленной партийной организации, и для порядка осведомился, нет ли у кого добавлений. Человека три выкрикнули по одному имени. Тут и я попросила слово и предложила восемь имен, которые были внесены в список ко всеобщему и моему в том числе удивлению. Минутная удача, за которую впоследствии московской организации писателей пришлось тяжело расплачиваться, привела Фриду в восторг. Она рассказывала друзьям, как я встала и что я сказала множество раз. До меня отовсила доходили эти ее ликующие сообщения, и один раз она просвещала несведущих даже при мне. Список уже оглашен. Фрида таинственно понизила голос, как будто пересказывала пещеру Лехтвейса. И вдруг встает Лидия Корневна, очень благонравно просит у председателя слова, вынимает из сумочки какую-то бумагу и опять очень тихо и вежливо просит разрешения добавить к списку несколько имен. Фрида выдержала паузу. Председатель от этой тихости и вежливости совершенно растерялся. И разрешил. Пауза. И тут Лидия Корневна называет уже очень громко целых восемь фамилий. Воробьев, Турков, Огнев, все порядочные люди. Их некуда деться, включает в список. И радостный смех, круглые глаза. Восемь подонков проваливаются. Такое, она шмурит глаза, словно вкушает мороженое. Такое увидишь только в счастливом сне. Глава восьмая. Тринадцатый подвиг Геракла. Тринадцатым подвигом Геракла, вершиной Фридиной спасательной деятельности, ее мультанским процессом было, безусловно, дело Бродского. По ее просьбе я познакомилась с хулиганской статьей о поэте в вечернем Ленинграде. По ее просьбе вместе с нею написала письмо в ЦК партии. По ее совету письмо к одному из деятелей аппарата ЦК, которое она приняла как предисловие к своей записи. Это дело войдет не только в биографию поэта, не только в Афридину доблестную биографию. Оно войдет в историю общественной жизни нашей страны. И не потому, что кто-нибудь его раздул и с Кустиной придал ему несоответствующее значение, нет. И не потому даже, что в толстых пыльных папках сидят лучезарные имена Ахматовой и Шостаковича, что листы судебного дела украшены именами Чуковского, Маршака, знаменитых иностранцев, не потому, как думали некоторые, что группа литераторов Грудинина, Долинина, Эткинд, Адмани в Ленинграде, Вигдорова, Гнедин, Орлова, Копелев, я в Москве боролись за освобождение Бродского каждый день, не давая никому остывать, отступать, забывать. Его и без нас не забывали. Недаром за него вступились более пятидесяти молодых ленинградских литераторов и целая группа геологов, и деньги для него собирала интеллигенция обоих городов, и ездили его навещать в Конушу не только близкие друзья, но и люди, никогда его в глаза не видавшие. Не мы, так называемые защитники Бродского, своими хлопотами раздули это дело и придали ему такое значение. Сама жизнь подняла и развернула над нашими головами, как знамя, требование освободить поэта. Старики, пережившие царское время, увидели в деле Бродского пакостную отрыжку антисемитизма. Фрида просила меня рассказать обо всем Самуилу Яковлевичу. Когда я пришла к нему, он лежал в постели, укрытый после очередной медицинской процедуры. Дело Дрейфуса и Бейлиса вместе. Вот что такое дело Бродского. Сказал он мне, прочитав статью в вечернем Ленинграде и выслушав мой рассказ о лернеровских подлогах. Когда я начинал жить, кругом была эта мерзость. И вот теперь, когда я уже старик, опять он завернулся в одеяло, сел, спустив с кровати ноги, снял очки и заплакал. Людям среднего возраста, остро пережившим сталинские времена, дело Бродского напомнило судьбы раздавленных государством поэтов. В его лице мы защищали тех, кого когда-то задушили на наших глазах. Молодежь, в особенности ленинградская, которая уже твердила наизусть стихи Иосифа Бродского, уже хмелела от его чтения, восприняла неправый суд как личное оскорбление. Молодые ленинградцы говорили о суде над Бродским такими голосами, словно у каждого вырезали из груди живой кусок мяса. Не было интеллигентного человека, которому дело это не наступило бы на какую-нибудь из любимых мозолей. И всех вместе, людей любого возраста, присутствовавших на суде или только прочитавших Фридину запись, приводило в неистовство явное, наглое, демонстративное нарушение закона. В деле Бродского, как гной в нарыве, собралась вся испорченная, вонючая кровь общественного организма, полицейщина, ненависть бюрократов-мещан к интеллигентам, в особенности евреям, исконное неуважение к литературе, недаром столь типичной, типичной, можно сказать, до махровости все гонители Бродского, заведующий административным отделом ЦК товарищ Миронов, объяснявший Чуковскому, что Бродской хуже ионисиана. Тот только разбивал людям топором головы, а Бродской вливает в головы вредные мысли. Первый секретарь Ленинградского обкома товарищ Толстиков, не удостоивший ответить писателям и ученым ни на одну телеграмму, ни на одно письмо в защиту Бродского, но зато нашедшее время и средства сначала поощрить беззаконный процесс, а потом полтора года, проявляя неусыпную бдительность, деятельно мешать пересмотру беззаконного приговора. Опытный мастер подлога и сыска, битый шпик, ГПУшник, Лернер, повелитель Ленинградского союза писателей, бывший поэт Прокофьев, ненавидящий молодых поэтов за то, что они не в пример ему молодые голосисты, да еще осмеливаются петь не по придворным нотам, писатель приключений своеводин, состряпавший подложную справку и отличающихся от шпика Лернера разве что беспробудным пьянством, судьиха Савельева, во время судебного разбирательства свободно и уверенно щеголявшие своим антисемитизмом, своим невежеством и, главное, сознанием полной своей безнаказанности. Тут каждая фигура из Гоголя, Салтыкова, Щедрина или Зощенко. Жизнь великий художник, но и ей редко удается создать явление такой выразительности, такой безупречной законченности, как дело Бродского. Тут не суррогат жизни, а ее концентрат, сгусток. На этом суде столкнулись две силы, извечно противопоставленные друг другу — интеллигенция и бюрократия. О, насколько бюрократы вооруженнее интеллигентов! У них в руках пресса, то есть беспрепятственная возможность лгать, сбивать с толку обездоленных, необразованных, натравливать их на интеллигентов. В их руках суд, они заранее приготовили приговор. У интеллигенции одно оружие — слово свидетеля, который не желает стать лже-свидетелем и чью речь никто не услышит за пределами зала, если не Фрида, если не ее школьная тетрадка и мужественное перо. Главные герои этого спектакля, поставленного жизнью, Савельева с одной стороны и Бродской с другой. Я давно уже думаю, что поэзия, истинная поэзия, сама по себе, по природе своей, даже вне зависимости от так называемого содержания, есть самое антиполицейское, антифашистское, антинасильническое вещество, которое когда-либо и где-либо создавалось людьми. произведение искусства уже само по себе есть торжество свободы. Бюрократия смутно чувствует это. Жданов воображал, что он не любит Ахматову. В действительности он ненавидел тот способ мышления, противоположный его собственному, который воплощен в любой настоящей поэзии, в том числе в великой поэзии Анны Ахматовой. Зачем говорить обиниками? Вот что смутно чувствует всякий бюрократ, пробуя слушать стихи. За поэтическим словом ему чудится что-то, какой-то второй смысл и недаром. Этот смысл есть утверждение свободы. Поэзию он ненавидит смутно, как во сне. Поэтов совершенно отчетливо за то, что они тоже власть. Какое же государство допустит, чтобы рядом с его властью существовала другая? Чем мощней, упорядоченней, централизованней государства, тем неистовее ненавидят государственные деятели своих соперников, поэтов. Тут ревность. Бродскому на этом суде выпала почетная роль представлять русскую поэзию. Жребий этот был вытянут им более или менее случайно. На его месте мог оказаться любой из талантливых молодых поэтов, которых в эту пору оказалось в России немало. Но надо отдать справедливость Иосифу Бродскому. Вытянув этот ответственный жребий, он, человек с больными нервами, больным сердцем, только что перенесший тюрьму и психиатрическую больницу, провел свою роль на суде безукоризненно, с большим чувством достоинства, без вызова Изодора, спокойно, понимая, какой державой он послан. Своими ответами он вызвал глубокое уважение к себе не только со стороны друзей, но и тех, кто раньше относился к нему с равнодушием или даже враждебностью. Помните этот диалог? Мастерские, запечатленные во Фридиной записи, диалог между обвинителями и Бродским, бесконечно повторяющиеся и на первом и на втором суде, пронизывающие словно красная нитка весь процесс. Отвечайте, почему вы не работали? Я работал. Я писал стихи. И опять, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились? Я работал. Я писал стихи. Но это же не мешало вам трудиться? А я трудился. Я писал стихи. В глазах мещан, бюрократов, газетных писак словом, черни это, конечно, не работа. Писать стихи. Это ведь не то, что состоять на государственной службе, как они, например. Добро бы еще он в Союзе состоял. Члены Союза писателей, приравненных служащим, у некоторых и командировки, и машины, как у замов и завов. Добро бы еще он умел стишками деньгу выколачивать, а то брюки мятые, сапоги рваные. Какой же он может быть поэт, когда он нигде не числится? И сам товарищ Прокофьев его терпеть не может. Небось, товарищ Прокофьев хорошо разбирается кто кто. С ним сам товарищ Толстиков любит выпивать и закусывать. Судья, а кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродской, никто. А кто причислил меня к роду человеческому? А вы учились этому? Чему? Чтоб быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят? Где учат? Я не думал. Не думал, что это дается образованием. А чем же по-вашему? Я думаю, что это потеряно от Бога. Савельева не унималась. Начальство приказало выслать Бродского из города как тунеядца. Законных оснований для выслуги не было. Во-первых, никакими нетрудовыми доходами он не пользовался, и во-вторых, переводы Бродского появлялись в печати. Но Савельева и помимо распоряжения начальства сама от себя ненавидела его с полной искренностью. В этом человеке, который имеет наглость нигде не состоять, она чувствовала какую-то силу, какую-то тайную власть. Маршак и Чуковская телеграфируют. Адмани и Эткент произносят защитные речи. А у дверей суда — это самое главное — толпятся девчонки и мальчишки и требуют, чтобы их впустили. А что вы сделали полезного для Родины? Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден, я верю в то, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям. Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу? А почему вы говорите про стихи так называемые? Мы называем ваши стихи так называемые потому, с гордостью отвечает Савельева, что иного понятия о них у нас нет. Какие же это стихи, если за них денег не платят? Какая же польза Родине, если мальчишка не умеет позаботиться о собственной пользе? Сорокин. Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете? Бродской. Можно. Находясь в тюрьме, я каждый вечер расписывался в том, что на меня израсходовано сорок копеек, а я зарабатываю больше, чем по сорок копеек в день. Ну, надо же обуваться, одеваться. У меня один костюм, старый, но уж какой есть. Перечитывая эти простые слова, я всегда вспоминаю солдатскую кольку, на которой спала в комарове Ахматова, дырявое одеяло, которым она укрывала в своем фонтанном дворце, поношенные брюки Мандельштама, мешковину на плечах у Цветаевой. Словно все они стояли у него за плечами, когда он отвечал суду. А может быть, они и в самом деле стояли там, осеняя его своими крыльями, кто знает. Фризина запись запечатлела еще одну сцену, поставленную жизнью не в зале суда в коридоре в день первого судилища. Накричав на Бродского, Савельева отправила его на медицинскую экспертизу в психиатрическую лечебницу с тем, чтобы выяснить, как написано было в постановлении, страдает ли Бродской каким-нибудь психическим заболеванием и препятствует ли это заболевание направлению Бродского в отдаленные местности для принудительного труда. В самом этом вопросе уже содержался ответ и приговор, вынесенный еще до разбирательства. Победоносную Савельеву поразило, что в коридоре ее встретили встревоженные лица. В день первого разбирательства у дверей суда собралась толпою молодая интеллигенция Ленинграда. Десятки прорвались в коридор. — Сколько народу! — громко вызывающе сказала Савельева. — Я не думал, что соберется столько народу. — Не каждый день судят поэта, серьезно ответил ей чей-то голос. — А нам все равно, поэт или не поэт. Я думаю, Савельева и тут говорила неправду. Ей было совсем не доставляло удовольствие лишний раз с разрешения начальства плюнуть в лицо интеллигенции, отправить поэта, о чьем даровании свидетельствовали на суде видные специалисты, о котором хлопочет Ахматова, Шостакович, Чуковский, Маршак, отправить поэта на физическую работу, таскать камни и возить навоз. Савельевой было не все равно. Она испытывала в мысли об этой перспективе большое удовольствие, наверное, не меньше, чем Жданов, пытавшийся унизить Ахматову. Количество интеллигентных лиц у дверей и в коридорах, явные сочувствия подсудимому, пришлись не по душе организаторам процесса. В зал суда при продолжении разбирательства были заботливо свезены на специальных автобусах строительные рабочие. Те полуграмотные обездоленные люди, которым легко внушить, будто в их бедности при тяжком труде, повинны вот такие молодчики, как Бродской, бездельник и к тому же еврей. Интеллигенты, друзья Бродского, молодые и старые, тоже присутствовали, но в меньшинстве. Среди этого меньшинства была и Фрида. Наталья Григорьевна Долинина рассказывала мне впоследствии, что, когда читался приговор, бесчеловечный, беззаконный, невежественный, Фрида стояла рядом с нею. По-видимому, такого приговора она все-таки не ждала и до последней минуты надеялась на освобождение. Она держала Наталью Григорьевну за руку и с каждым словом приговору все сильнее и сильнее стискивала эту дружескую руку. Фрида только что совершила свой очередной подвиг. Все время, пока длился процесс, не отрываясь и не уставая, в маленьких школьных тетрадках она записывала все, что происходило вокруг — речи, вопросы, ответы, возгласы в зале. Одна из этих тетрадок сохранилась. Я с благоговением храню ее у себя и надеюсь когда-нибудь передать в музей. Маленькая тетрадка, такая, какие школьники покупают для слов, исписанная Фридиным почерком. Почерк, на удивление, спокойный. А ведь на этом суде Фрида, быть может, впервые в жизни, была вполне беззащитна. До сих пор, в каких бы она не оказывалась трудных, ответственных, рискованных командировках, ей служил надежной охраной корреспондентской билет. Командировки же на процесс Бродского ей не дали ни литературные газеты, ни известия. Она явилась в зал суда не как представитель печати, а как случайная посетительница, обыкновенная гражданка, то есть бесправное существо, не охраняемое никем и ничем от любого произвола. В этом же положении были все сидевшие вокруг, но Фрида, в отличие от них, сражалась. Она исполняла свой долг, записывала, под ненавистническим взглядом судьи, под злобными взглядами соседей. Помните вы это место Фридиной записи, где изображено, как толпа пытается заставить ее бросить перо? Незадолго до этой минуты из зала вывели ее друга, Евгения Александровича Гнедина, тоже приехавшего из Москвы ради Бродского и сидевшего рядом с ней. Он осмелился вслух возмутиться тем, что общественный обвинитель с грубой бранью отозвался о защитниках Бродского. Дружинники приказали ему удалиться из зала и припроводили милицейскую машину, дежурившую у входа. Фрида продолжала писать. Затем был выведен дружинниками еще один Фридин знакомый, за то, как сказано было в протоколе милиции, что он чиханием пытался сорвать судебное разбирательство. Фрида продолжала писать. «Писатели, всех бы вас из Ленинграда! Все вы тут заодно!» кричали ей соседи. Фрида продолжала писать. Она продолжала писать и после свирепого окрика Савельевой, обращенного к ней. Толпу бесило, что она молча и спокойно продолжает свое дело. Были в толпе и друзья, но чем здесь в переполненном взвинченном зале, под ненавидящими взглядами дружинников, специально подобранных Лернером, они могли бы помочь ей. «Отнять у нее записи!» закричали из толпы, когда суд удалился на совещание. Я так и вижу Фриду, маленькую, в толстом сером пальто и детской вязаной шапочке. Вижу ее в ту минуту, когда толпа хочет отнять у нее тетради. Вот она сидит среди зала, крепко сжимая тетради и ручку, школьные тетради. Запись, драгоценный трофей, драгоценное оружие, слово, силой которого будет спасен человек. Помните эту сцену? А вот вы, вы, которые записывали, зачем вы это записывали? Я журналистка, миролюбиво отвечает Фрида. Я пишу о воспитании, хочу и об этом написать. А что об этом писать, все ясно. Вот отнять бы у вас записи, попробуйте, грозно отвечает Фрида. А что тогда будет? А вы попробуйте отнять, тогда и увидите. Ага, угрожает. Эй, дружинник, вот тут угрожают. Он ведь дружинник, а не полицейской, чтобы хватать за каждое слово. Эй, дружинник, тут вас называют полицейскими. В эту минуту раздалось. Прошу встать, суд идет, и нападение прекратилось. Свои записи Фрида приводила в порядок в Ленинграде, в тихой квартире нашего с ней общего друга Александра Иосифовны Любарской. В Москве, первоначально у себя дома, потом у меня за столом, вместе со мной. Чем больше я вчитывалась в этот документ, тем выше ценила его мощь. Казалось, нет на свете человека, даже если он бюрократ, Руденко или Миронов или Смирнов, который, прочитав эту запись, не понял бы, какая произошла вопиющая несправедливость. Покажи это Аджуберю, и он совершит чудеса. Читая и перечитывая запись, Фрида вновь переживала случившееся. Как бы я сейчас себя чувствовала, если бы я не поехала, что бы мы теперь были, повторяла Фрида с радостью, с гордостью, с горечью. Восклицание это относилось к крохотной заминке, происшедшей накануне ее вторичной поездки. Узнав от кого-то из друзей, позвонивших в Малеевку, что второй суд назначен на завтра, Фрида срочно выехала в Москву. Гения здоровилась. Заметив это, родные отговаривали ее от поездки, ссылаясь на безнадежность дела, на бессмысленность ее присутствия на суде. Мне позвонила Саша, потом Фрида сама. Фрида говорила со мной каким-то странным, не своим голосом, будто повторяя заученные слова. Мне не здоровиться, сказала она, но суть не в этом, ведь ехать незачем, приговор предрешен, что я буду там делать? Записывать, сказала я. Если вам не здоровиться, ехать, конечно, не следует, ложитесь и вызывайте врача, но не говорите, что ехать незачем. Есть зачем. Кроме вас так никто не запишет. Были бы у меня глаза, записала бы я. Фрида поехала, записала и теперь радовала своим листкам, так, будто это была не запись судебного процесса, а решение об отмене приговора. она она не гладила их, чуть не целовала. А что бы вы сделали, спросила я, дочитав до того места, где рассказывается, как от нее требуют, чтобы она перестала записывать, что бы вы сделали, если бы они в самом деле попробовали эти тетрадки отнять? Фрида ясно на меня поглядела. Она вернулась из Ленинграда потрясенная, измученная, а сейчас была уже такой, как всегда, спокойной и деятельной. Работа над записью, поддержка друзей, планы спасения Бродского вернули ей силы. Снова из ее темных глаз лился яркий свет. Недаром одна приятельница говорила о ее глазах. Фрида подняла на меня свои фары. Что бы я сделала, повторила она мой вопрос. Если бы они попробовали отнять тетрадки, не отдала бы. И все. Не знаю как, но не отдала бы. Зубами? — спросила я. Глава девятая. Как сумасшедший с бритвой в руке. Когда говорят или пишут о Фриде, о ее повестях и статьях, о ее характере, часто встречается слово «жизнеутверждающий». Оно у нас вообще в ходу, общепринято. И, может быть, именно поэтому вызывает во мне сопротивление жизнеутверждающая философия, жизнеутверждающий талант. Мне это слово, признаюсь, непонятно. Что, собственно, утверждается этой философией, этим талантом? Жизнь? Какая жизнь? Любая? Всякая? А разве человеку нужна эта любая жизнь, лишь бы жить? И разве не назначен человек для того, чтобы выбирать, отбирать, чтобы только человеческую жизнь удостаивать своим благословением? Утверждение жизни. Да и нуждается ли жизнь в том, чтобы мы ее утверждали? Жизнь, она, небось, посильнее нас с вами. Она сама напирает, теснит, как жандарм лошадином задом, бессмыслой жалости, топчет копытами. Где нам ее утверждать? Были бы кости целы. Жизнь, утверждающая искусство, вернее, было бы сказать, жизни оскорбляющая. Помню, в Ленинграде во время финской войны зимою люди долго не могли привыкнуть передвигаться по обледенелым улицам в тусклом мертвенно-синим свете. Старались ходить вдвоем, втроем, держась друг за друга. Страшно было идти, скользя, в ледяной темноте. Да и бандиты работали ножами, бритвами. Я шла одна по короткому глухому переулку. Не видно низги. И скользишь. На углу заливается веселая опередочная музыка радиорупор. Над людьми, ломающими в темноте руки и ноги, над людьми, которых только что полоснули бритвой, над людьми, которые вынуждены идти на эту неправую войну, в этот неправый бой, на эту верную и зряшную смерть. Звенит, заливается над несчастным переулком оперная колоратурная сопрано. Оно утверждает жизнь. Помню первые дни большой, на этот раз правой войны, океана разлуки, моря сиротства. Стон стоял над страной. Немота тридцать седьмого кончилась. Вдовы и сироты обрели право плакать вслух. Стон был явственно слышен каждому имеющему уши, но его прерывали, а в первые самые черные дни покрывали и осиливали звеневшие из всех рупоров победоносные военные марши и веселенькие, легонькие маршики из оперет. Это было еще одно дополнительное унижение и оскорбление. Так и звучат у меня в памяти первые дни и недели войны оперетошным, жизнеутверждающим маршем над вдовьем воем. Так и осталось с тех пор у меня в сознании, что жизнеутверждающий марш — это ложь, ликующее, сверкающее и ухующее трубами издевательство над гибнущей человеческой жизнью. Фрида — о да, Фрида любила жизнь. Еще как! Эта любовь сияла в ее улыбке, влекла к ней ребятишек и взрослых, внушала друзьям счастливую бодрость. Мне кажется, более всего на свете она любила маленьких детей. Она знала их во множестве, собирала и, как при великую радость, показывала друзьям их фотографии, грудные и постарше, записывала детские слова, монологи, идеологи, дружила с детьми, ответственно и строго, поучительски, и в то же время талантливо, весело, так что и со стороны было весело видеть ее вместе с детьми. Кажется, нельзя было доставить ей больше удовольствия, чем познакомить ее еще с одним младенцем или рассказать еще об одном. Да, Фрида любила детей, музыку, речку, лес, мороженое, лыжи, любила обновы, скорее по-детски, чем по-дамски, любила дружбу, любовь. Но я не хочу обозначать ее повести, статьи и ее деятельную доброту пошлым словом «жизнь утверждающая». Оно от того в ходу, что, собственно, лишено точного смысла. О Фридином способе любить жизнь я скажу иначе. Дивное стихотворение Тарковского, «Первое свидание», где мир поет и благоухает навстречу любви, кончается такими строчками. «Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке». Слыша эти стихи из уст автора, я запомнила их неверно, я запомнила так, «А жизнь по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке». Поэтически это гораздо слабее, но мне недаром запомнилось так, мне так понятнее. Тому, вероятно, виной моя биография и биография моего поколения. Что бы мы ни делали, какому бы ни отдавались самоотверженному чувству или бескорыстному труду, всегда за каждым из нас порзнь и за всеми вместе гналась эта жестокая бессмыслица, действительность, среди которой мы живем, жизнь, как сумасшедшая с бритвою в руке. Арсений Александрович Тарковский при мне читал это стихотворение Фриде и нашим общим друзьям. Это было в переделке, не на даче. И, быть может, потому, что оно впервые было услышано мною в Фриденом присутствии. Оно тесно сплетено у меня в памяти с нею, с ее слушающими глазами. И, мне кажется, точнее определить ее, Фридена, призвание в мире нельзя. Она спасала людей от бритвы, которую с неизбежностью заносил над шеей каждого этот страшный, сумасшедший жизнь. Обороняла от новых ран, заживляла старые, нанесенные раньше, помогала человеку осуществить себя, ускользая от бритвы вопреки бритве. Фриде не только испытывала боль от чужой боли, она по натуре и по убеждениям была осуществительницей, совершительницей, и чувствовала себя уязвленной, если видела, что пропала, даром не уплатилась, предана забвению, утрачена, сделанная человеком благородные усилия. Потерялся след человеческой судьбы или поступка, будь то произведение искусства, дерево или письмо. Фриде не даром была настоящей представительницей интеллигенции. Она чувствовала, что культура — это связь между людьми, бережная охрана содеянного ими, всего, на чем остался след судьбы человеческой, поступка человеческого. Она была воплощенной памятью и потому могла стать и стала воплощенной честью. Фрида никогда не была коллекционером, собирателем, но она сама говорила мне, что не в силах уничтожить письмо, стих, фотографию, почерк человеческое, лицо человеческое. Она умела и любила охранять, оберегать чужое благородное усилие. Сколько чужих архивов хранилось в ее папках, в ящиках специального шкафа, след чьего-то пути, чьего-то несчастья, счастья. Однажды я показала ей, лежащее у меня в столе много лет, письмо одного из моих ленинградских друзей, биолога, до войны сидевшего в тюрьме, а во время войны после бегства из немецкого плена, куда он попал тяжело раненый, угодившего в наш лагерь в Сибирь. Этот молодой человек, талантливый ученый и поэт, полный необыкновенной энергии, бежал, как я после узнала, и из нашего лагеря. А накануне побега, окончившегося, по-видимому, расстрелом, прислал мне переписанные мельчайшим почерком свои стихи, чтобы они не погибли с ним вместе. Когда я показала их Фредди, они пролежали у меня в столе уже лет пятнадцать, на сгибах бумага пожелтела и протерлась. Помню, с какой бережностью прикасались Фреддины руки к этим листкам. Она нахмурилась, увидев изъяны, нанесенные временем, и была недовольна моей нерадивостью. Она унесла письмо и стихи к себе, переложила каждый листок папиросной бумагой, сделала для них особую папочку, и, кроме того, переписала стихи и письмо на машинке. «Вот теперь не пропадет», сказала она мне деловито и радостно, возвращая оригинал и машинопись. «Если нельзя спасти человека, надо сберечь на земле его след». Так она чувствовала наш человеческий долг. В ней не было ни грана предательства. Фрида любила стихи и хорошо понимала их. Она говорила мне, что к искусству пришла с опозданием, и к музыке раньше, потом к живописи, и лишь позднее к стихам. Но в последние десять-пятнадцать лет она уже разбиралась в стихах тонко и точно, как настоящий знаток и ценитель. Перепечатывала, берегла, радовалась, дарила Мандельштама и Цветаеву, Ахматову, Тарковского, Самойлова, Бродского, Корнилова, Навеллу Матвееву. Никогда не забуду, как в последний раз, это было за семнадцать дней до конца, обрадовалась она новым стихам. Фрида лежала в жару, температура с утра была тридцать девять. Мы зашли к ней вместе с Раисой Давыдной, собственно, не к ней, потому что ей было уже очень худо, а к девочкам, чтобы разузнать у них, как прошла ночь, и взглянуть в их измученные твердые лица. Но когда Галя сказала Фриде, что мы тут, она попросила нас зайти к ней, по очереди, на минуточку. Я вошла первая. Фрида лежала на спине с закрытыми глазами, с уже необратимо, непоправимо измененным лицом. Она лежала высоко на подушках и так неподвижно, что, когда под одеялом переместилась нога, я поймала себя на удивлении. Двигается. Я села возле тахты на маленькую скамеечку и взяла ее за руку. Горячая рука. Фрида открыла глаза, дрогнули губы, пытаясь улыбнуться, и снова закрылись глаза. Вот так, не открывая глаз и еле шевеля губами, она спросила меня о Бродском. Я ответила ничего нового. Потом положила тихонько ее руку на одеяло и вышла. Постояла одна в темной передней, боясь, что, когда войду к Галю в комнату, дрогнет голос. Там были Раиса Давыдовна, Саша и Галя. Раиса Давыдовна пошла взглянуть на Фриду. «Как хорошо, что вы приходите сюда и не плачете», сказала мне Саша. «А то все возле мамы сдерживаются, не плачут, а здесь у нас сразу слезы. Разве так можно?» «Нельзя», сказала я, чувствуя, что сейчас зареву. В эту минуту в комнату вбежала Раиса Давыдовна, схватила свою сумку и снова побежала к Фриде. «Я сказала ей, что у меня с собой новые стихи Самойлова», объяснила она на бегу, «и Фриточка просит прочесть». «Фриточка просит прочесть». Это было еще удивительнее, чем движение под одеялом. Фрида любила стихи, литературу, но и в них всегда бессознательно, я замечала это много искала отпечатка человеческой судьбы, следа подвижничества, которому она могла бы сочувствовать. Помню, она всю жизнь, как и я, мало знала и совсем не любила Алексея Ремезова. Но в начале шестидесятых годов в Париже, где умер Ремезов, вышла книга его приятельницы Кадрянской с отрывками из его дневника, с описанием последних лет его жизни, слепоты, смерти, прочитав книгу Кадрянской, Фрида долго не могла выпустить ее из рук и, читая мне отрывки вслух, объясняла. Вы понимаете, что она сделала? Спасла для нас его дневник, записи последних лет. Да и его самого много лет спасала, слепого. Читала ему, устраивала его постели дежурства. Без нее он погиб бы лет на пять раньше и какой трогательный дневник. Так и в литературе она искала, разыскивала бессознательно след доблестного человеческого пути и материнского подвига. Глава десятая Так и бывает. В лютой своей болезни Фрида почти до самого конца до бессознания оставал с собой. Менялись худея руки, тяжелели очертания лба, увидал и синел рот, но очертания души и характера оставались все те же, и даже до мельчайших подробностей. Долго сохранялась, например, деловитость, толковость, свойственная Фриде всю жизнь. Так неделя задве до конца Галюша сказала мне, представьте, мама помнит номера телефонов. Если она видит, что я перелистываю книжку, ищу, она спрашивает у меня фамилию и сейчас же говорит номер наизусть, без ошибки. Таким же безошибочным долго оставалось у больной ощущение времени. Летом Елена Сергеевна на месяц уехала в Комарова, но не выдержала, вернулась в Москву раньше срока. Увидев ее у своей постели, Фрида, к этому дню уже с трудом выговаривавшая слова, не только обрадовалась, но и удивилась. Она мгновенно поняла, что 26 дней пройти не могли еще. — Вы здесь? Уже? — произнесла она. Болезнь неустойчивой, нерастворимой в жару оказалась и Фридина памятливая деятельная доброта, память сердца. Для моей работы над книжкой о Герцине, для того, чтобы справиться, не запутавшись, с огромным количеством выписок, заваливших мой стол, мне понадобились резинки, какими в аптеках перевязывают коробочки с пилюлями, и множество пестрых картонок, таких, какие обычно рассылают союз в виде приглашений или поздравлений. Давно уже я просила Фриду собирать для меня резинки и картонки. Фрида копила их очень усердно, не случалось, протягивала мне свою добычу с ликующим возгласом. Целый ворох! Всех писателей обобрала! К моему удивлению и умилению не забыла она об этой моей давней просьбе и в больнице. Когда мы увидели с ней впервые после ее операции недели через две, она, еще не ответив на мои вопросы о здоровье, пошарила под подушкой и протянула мне большой конверт. Там лежали пестрые картонки и тонкие резиночки. Болея, смертельно болея, Фрида оставалась верна каждой принятой на себя заботе и каждой своей присяге, малой или большой, все равно. Накануне операции она дала мне опустить в ящик из десяток деловых писем. Она продолжала хлопоты о своих избирателях. Весь ее внутренний мир оставался неразрушимым, сохранным. Фрида умирала и умерла, оставаясь с собой. В июле 1955 года утонул Вова Смирнов, девятнадцатилетний мальчик, прелестный, талантливый, умный, добрый, сын наших с Фридой общих друзей Вера Васильевна Смирновой и Иван Игнать Халтурина. Случилось это в Дуболтах, где Вера Васильевна жила в доме писателей с Вовой, а Фридочка с Сашей и Галей. Однажды днем после обеда Галя разбудила Фриду словами. «Мама!» Володя утонул. И я знаю, какой тяжестью легла Фриде на сердце эта утрата, как чувствовала она и понимала сиротство родителей. 18 июля 1965 года исполнялось десятилетие со дня Володиной гибели. Семнадцатого я навещала Фриду. Было известно, что ей худо, очень худо, и, собираясь к ней, я, разумеется, и не думала напоминать ей о завтрашней горестной дате. Напоминать не пришлось. Когда я вошла, Фридочка лежала на боку, свесив руки почти что до полу, покачивая ими и чуть слышно постановая в такт этому качанию. — Я буду мяукать, а вы не слушаете, хорошо? — сказала она, когда я усел свозле. — Мяукаешь, и почему-то легче. — Нет, мне не больно, а просто жар, муть. Возьмите, пожалуйста, бумагу и карандаш, я вам продиктую телеграмму, ведь завтра десять лет. Она каждый год посылала в этот день телеграмму в Дубулты, послала и на этот раз. У Пастернака написано «И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Глядя на Фризина умирание, я поняла, что это значит «быть живым до конца». Поразил меня и не одну меня, конечно, поступок Фрида с доктором Орлом. Начиная со второй половины пятидесятых годов, Фрида сделалась одной из самых неутомимых и умелых собирателей нашей передовой литературы. Собранным она, разумеется, делилась другими, иначе она не была бы Фридой. Книги, журналы, рукописи, напечатанные, ненапечатанные стихи всегда отягощали ее вместительную и хозяйственную сумку. Я уж и припомнить не могу числа и названий тех повестей, рассказов и поэм, которые я прочитала благодаря Фридиной заботе. «Я книга ноша», говорила она, вынимая из сумки то стихи Корнилова, только что напечатанные в Новом мире, то повесть Гинсбург, еще не напечатанную нигде. И этому своему призванию она не изменила до конца. Наш общий друг, доктор Эммануил Владимирович Орел, перед отъездом в отпуск летом шестьдесят пятого года, зашел навестить Фриду. Тогда она чувствовала себя еще сравнительно бодрой, была на ногах и собиралась на дачу. В разговоре Фрида процитировала стихи Мандельштама. Эммануил Владимирович признался, что этого поэта знает мало. Фридочка произнесла несколько горячих слов о Мандельштаме и обещала познакомить Эммануила Владимировича с его поэзией. Прошел месяц, Эммануил Владимирович вернулся в Москву и снова навестил Фриду. Это были уже ее предсмертные дни, говорить она уже не могла. Эммануил Владимирович сел возле Тахты и оба они молчали. Потом Фрида движением головы указала ему на свой письменный стол. Он поднялся и подошел к столу. Там лежала папка со стихами Мандельштама. Была просветительницей, книгоношей и осталась ею до самого крайнего края. Лежа в больнице, Фрида постоянно просила близких принести ей то книгу, то рукопись, чтобы ее любимые вещи прочитали новые друзья, врачи, сестры, больные из других палат. За неделю до смерти она попросила меня подарить экземпляр Софьи Петровны, учительницы Анни и Ванни, ее любимой старой учительнице. Она осталась верна и своей любви к моей повести, и своей любви к старой своей воспитательнице, и своему обыкновению дружить между собой людей и книги. Признаюсь, Фридина верность своим прежним обычаям и привычкам не только восхищала, но и страшила меня. У нас с ней было обыкновение ничего друг от друга не прятать. Что же будет теперь? Я боялась, она задаст мне прямой вопрос о своей болезни. Сколько раз бывало на протяжении более чем двух десятилетий нашей дружбы она приносила мне какую-нибудь горькую весть о себе, обо мне, о ком-нибудь или о чем-нибудь близком, начиная словами, ведь у нас с вами не принято ничего друг от друга таить. Мы, как говорится, ничего не таскаем за пазухой. И я хочу вам сказать, и вот в этой же она была еще на ногах и собиралась ехать на снятую Раису Ефимовну и Сашенькой дачу, она как-то среди совсем постороннего разговора о новом мире, сидя в кресле в розовом теплом халатике, вдруг сказала мне, прервав себя, а хорошо так дружить, как мы с вами дружим, надежно, надежно, а я ей все лгала и лгала и со страхом и малодушием ожидала минуты, когда она, прощаясь, потребует от меня правды, или выговорит ее сама, что она скажет мне, когда, как, окруженной заботливой, обдуманной, изобретательной ложью близких, имени своей болезни она не знала, но чуяла силу ее, что же скажет мне Фридона прощание и что я скажу ей в ответ? В марте 1960 года скончалась от рака Тамара Григорьевна Габбе. Мы были дружны с ней 35 лет, вместе учились в институте и вместе работали в редакции Усумуил Яковлевича, хотя она была старше меня всего на 5 лет, ко мне она относилась по-матерински. Детей у нее не было, а человеком она была материнского склада, и лет с 13 умудрялась относиться по-матерински даже к собственной матери. Фрида от души привязалась к ней. К Тамаре Григорьев вполне применимы слова Толстого «Этого человека могли не любить только очень глупые или очень злые люди». Блистательное и глубокое литературное дарование, ум выработанный, образованный, сильный, я бы сказала, мужской, и талантливая, как все в ней доброта. Когда Тамара Григорьевна скончалась, я переписала в отдельную тетрадь те страницы своего дневника, где рассказывалась о ее болезни и смерти и подарила Фризе. А там у меня такая страничка. 28 февраля шестидесятого года. Она сидит, я пою ее чаем с ложечки. Слабенькая, еле держит голову. Я одной рукой пою, а другой поддерживаю спину. Проглотила две ложечки, взглянула на меня. Вот так Лидочка и бывает, так и бывает, и махнула рукой. Когда я в 1960 году записывала эти тусины слова, я не думала, что услышу их в другой раз, из других уст, в другой комнате, через несколько лет. Это случилось 27 июня 1965 года. У Фриды болела нога, тромб, говорили, ей надо полежать. Она слегла, а еще через несколько времени начались рвота и жар. Дача отдалялась. Несмотря на жар и тошноту, и муть, у нее еще хватало сил работать. Она срочно подготавляла для нового издания свою трилогию. Это было еще только начало конца, но начало крутое, обрыв в новую страшную стадию болезни, и она это почувствовала. Когда я вошла к ней в этот день, она попросила Галю придвинуть к ее тахте кресло, подождала, пока Галя уйдет, подождала, пока я усядусь, и вдруг подняла на меня глаза. Вот так и бывает, выговорила она громко, свободно, отчетливо, даже с вызовом. Вот так Лидочка и бывает. И ударила меня глазами не лги. Себя я в это время не чувствовала, не слышала, не видела, меня попросту не было на свете. И из своего небытия я слышал только эти ее слова, видела этот ее требовательный сердитый взгляд. Я так до сих пор не знаю, что я ответила ей, и ответила ли вообще что-нибудь. На другой день Фридочке стало полегче, температура упала, несколько часов не было тошноты. Она приободрилась, и, желая ободрить и утешить меня, жалей вид на вчерашнем жестоком прощании, сама, чего уже давно не бывало, позвонила мне по телефону, и целых пять минут говорила со мной веселым, ясным голосом про то, что сильно сокращает свою трилогию. «Болтливая книга», сказала она, «надо писать короче, и как это мне друзья не говорили, что это растянуто? Правда, упрекаю друзей. Да, и вас, вот вы видите, новую я напишу по-другому, жестче, короче, без воды». Она мечтала окончить свою новую книгу «Учитель», а я уже не надеялась. Вот так, Лидочка, и бывает, вот так и бывает, двуголосая звенела у меня в ушах. После Фридиной смерти девочки отдали мне папку с бумагами по делу Бродского. Она была в беспорядке. Фрида до последнего дня требовала, чтобы мы давали ей копии всех заявлений и писем, но сил раскладывать их по порядку у нее уже не было. Я заняла с этим. Фрида всегда показывал мне письма Бродского к ней, поэтому я снова прочитала их. В одном Иосиф расспрашивал Фриду о том, как она себя чувствует и, между прочим, поминала известные излечения индусской мудрости, гласящие, что причину всякой физической хвори надо искать в нарушении равновесия духа. Я заново задумалась над этими словами. Что же в самом деле случилось с Фридой? Что случилось? В духовном смысле, а не в медицинском. Чем был нарушен и разрушен ее трудный, но счастливый гармонический мир? Ведь характер ее действительно поражал своей гармоничностью, каким-то постоянным, в горе и в радости, устойчивым равновесием духа. Чем же было поколеблено и нарушено это волшебное равновесие? Дело Бродского? Да, оно не только потрясло, но и утомило Фриду, как утомляет, высасывает силы постоянные, безотрывные и при том упорно не идущие на лад работа. Немногие знают, что Фрида и несколько человек и друзей те полтора года, пока длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нудную службу, и ежедневно с утра, словно вешали номерок на некоем невидимом табеле. Это не было занятием, между прочим, нет, это стало содержанием нашей ежедневности. Сознание, что уже столько месяцев, а вот уже и второй год, там, в Коныше, мучается человек, ставший для нас всех дорогим, не давало покоя. Ни праздников, ни воскресенья, ни отпусков. Если случалось кому-нибудь вырваться из Москвы, то не на отдых. Междугородный Азии, а вернешься в Москву, каждый день нужно звонить или идти туда, куда бумаги уже посланы, каждый день решать, куда писать снова, от чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь, надо увидеться, составить черновик, ехать за город, в больницу или на дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет? Завоевывая нового защитника Бродского, надо показать ему Фридину запись из стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке, вычетка, кто отвезет. Добиваясь приема у могущественного лица, надо искать пути к его секретарю или к кому-то, кто знаком со знакомыми секретаря, то есть опять-таки с кем-то встречаться, кому-то дозваниваться. Мобилизовав десятки людей, Фрида тем самым опрокинула на себя сотни телефонных звонков и десятки встреч. Мы двигались в темноте, на ощупь. Наши официальные корреспонденты и собеседники постоянно давали нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. А проверка — это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова встречи у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка-пенсионерка, в прошлом сотрудник прокуратуры, пронзенная Фридиной записью и с симпатией к нам и Бродскому, взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях дела со стола на стол в Верховном суде. С ней кто-нибудь из нас виделся чуть не ежедневно. Вместе с нами действовали ленинградцы, требовались оказии в Ленинград, чтобы согласовывать усилия, сообщать друг другу новости, опять звонки, опять встречи, писать или нет Микояну, текст, подписи. Да, кроме служения тут была нуднейшая служба согласовывать и увязывать. Кроме патетической публицистики, писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконечная, как дурной сон. Мешало ли Фриде жить депутатство? О, да, конечно, это была кладь потяжелее, чем дело Бродского, много тяжелее. Это были десятки и сотни судеб, в которые Фрида обречена была вникать в настоящее зрелище бессвенародных, что ни голос, что ни посетитель, то беда, драма, трагедия, несчастья, а средств помочь никаких или почти никаких. В деле Бродского рядом с Фридой вместе с Фридой действовали, работали, сочувствовали, огорчались и радовались друзья. В деле Бродского она ни минуты не была одна. В своем депутатстве лицом к лицу с бедами Фрида была наоборот одинока. Хоть и не одна среди людоедов, но одна среди бюрократов. Помните запись во Фриденом депутатском блокноте, ту, из которой так ясны ее беспомощность и ее одиночество. К ней пришла женщина, хрупкая, худенькая, плачет. Отец погиб на фронте, мать, участница гражданской войны, Уганушкина, брат туберкулезный, она тоже туберкулезная. Я не могу жить, лучше мне умереть, все равно соседи сживут меня со света. Мы живем на квартирной кухне. Конечно, кухня нужна всем, но что же мы можем поделать? Куда угодно, куда угодно, только бы из этой квартиры. У меня нет больше сил. Несколько дней спустя состояло заседание райжилуправления. Я просила включить эту семью в список шестьдесят четвертого года. Я Они стоят на очереди с пятьдесят восьмого года и заслуживают, чтобы... Курапеев Кто спорит, конечно, заслуживает, но мы не можем ничего сделать. Я Но мать в психиатрической больнице... Курапеев Мало ли что, у нас психбольных в районе, знаете, сколько? Я Но у дочери туберкулез? Курапеев Мало ли что, ведь не бациллярная же форма. Я Но они живут на кухне. Курапеев Мало ли что, у нас семь тысяч комнат признаны нежилыми. Я Но матери семьдесят четыре года. Курапеев Если всем старушкам давать площадь, план никогда и не выполнишь. Я Я Прошу вас, я считаю, что... Курапеев Вы просите в частном порядке, а мы в общем порядке, мы более правы. Рассмотрите вопрос в таком разрезе, ясно? А эмоции надо оставить. Но Фрида, несмотря на окрики начальства, не могла оставить эмоции, и потому депутатство легло на ее сердце безмерной тяжестью. С тех пор, как я депутат, говорила она мне, и каждый день хожу по чердакам и подвалам, я возненавидела свою квартиру, свою комнату. Да, эта класть была для нее потяжелее любого другого отдельного дела. дело Бродского она сама себе выбрала. А тут дела падали на нее со всех сторон, без разбора, выбора, спроса, и каждым она обязана была заниматься. Беды человеческие лились на нее потоком, словно ее посадили в бассейн и открыли все краны. После депутатских приемов она часто шла прямо ко мне полежать, пообедать, отдохнуть, и приходила, измятая бедами, нередко плачущая. Нынче мне пришлось опять ехать в Москву по депутатскому делу, сообщала она мне из Тарусы летом 64-го года. И добро бы оно кончилось хорошо, так ведь нет, провалили. И мне так горько и худо шла с заседания райсовета и ревела белугой прямо на улице. Страница ее депутатского блокнота при всем юморе, с каким сделаны некоторые записи, ведь это ужас на ужасе, вопль на вопли. «И вы не захотите помочь, я знаю, и вы не захотите!» кричит, стоя возле Фридиного стола, женщина, которую за дня в день избивают взрослые дети. На каждом приеме выслушивать крики, мольбы о помощи и понимать, что при всех усилиях почти никогда ты не в состоянии помочь, вот чем было для Фриды ее депутатство. И хотя кое-что ей все-таки удавалось, память о неудачах жгла ее. В последние годы она уже не спала без снотворного. Дела депутатски утомляли, жестоко ранили ее. И дома ей доводилось отдохнуть далеко не всегда. Наташеньку, нежно любимую ею, пришлось как раз в эту пору взять из яслей. И большая доля забот о ней легла на Фридины плечи. И все-таки по глубокому моему убеждению не это привело к дисгармонии, не перегрузка, не бессонница. Ведь перегрузка это перегрузка, а не противоречие внутри души. Со всеми делами она постепенно справилась бы. У нее хватило бы, я уверена, душевной закалки и сил. С Фридой в последние годы случилось другое. Счастье или несчастье, не знаю. Она встретилась со своей писательской зрелостью. А встреча эта для каждого писателя неизмеримо трудна. Внезапно все написанное прежде теряет цену. Все кажется иногда совсем несправедливо, никуда не годным, никому не нужным. Уверение друзей, читательские письма не утешают более. Работать надо по-другому. Писать не о том, о чем раньше. Точнее, кажется, я наконец-то знаю, о чем и как. И вот беда. Сколько лет я работала, сколько лет училась писать, а писать мне стало не легче, а трудней. Все это на моих глазах происходило с Фридой. Умение ее выросло в десятки раз, требовательность к себе в сотни. Писать надо короче, полнее, без сантиментов, строже, точней. Что это значит точней? Как добиться этой вечно ускользающей точности? Ведь накопленный ею жизненный опыт, все, что было записано не в блокнотах и в памяти, все, что было продумано, понято ею, требовало от нее новой степени глубины, то есть в конечном счете нового градуса правды. Это и была та новая точность и новая форма, которую безудержно, отчаянно, страстно искала рука. Душа требовала неотрывности труда, тишины, той тишины, в которой душа и рука словно слушают чью-то диктовку, той, о которой у Ахматовой сказано, встает один всепобедивший звук, так вокруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо, но вот уже послышали слова и легких рифм сигнальные звоночки, тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Уж на что Цветаева во всем противоположно Ахматовой, а и она в той самой статье, вызвавшей размышления и несогласия Фриды, тоже пишет о тишине, в которую вслушивается поэт, о диктовке, которой повинуется его рука. «Дать уху слышать, руке бежать», говорит Цветаева. Это в сущности тот же Ахматовской «Один все победивший звук», те же просто продиктованные строчки. Фрида никогда не была поэтом, и не для сравнения ее с Ахматовой или Цветаевой или с кем бы то ни было я пишу то, что пишу. Однако Фрида обладала большим художественным даром, и дар ее созрел. Это было видно прежде всего по ее блистательным записям. Для нее настала пора, когда, нахлебавшись жизни, художнику пора в тишину, в сосредоточенность, слушать уже не самую жизнь, а рожденный ею один все победивший звук. Фрида дивилась себе, новой себе, по-новому ранимой, по-новому беспомощной. Давно ли умела она создавать статьи своей книги в тесноте гермалаевской кипящей склоками коммунальной квартиры или на подоконнике в редакции под треск телефонов быстро, отчетливо к сроку. Теперь, говорила она мне с удивлением, чтобы написать строчку, мне нужна тишина и сознание, что никто не войдет, не позовет, не тронет, ничего не потребует. Да, зрелость писателя, труднейшая пора его жизни. Он чувствует себя перед страшным судом слово, перед тем самым ранее отрицаемым Фридой Цветаевским страшным судом. И она оказалась лицом к лицу с ним. И в прекрасной, просторной, уставленной зеленью и книгами комнате, за прекрасно оборудованным письменным столом, ей стало не под силу писать, потому что здесь ее все время отрывали, а она больше не могла отрываться. Все чаще уезжала она из дому в Киев, в Ереван, в Таллин, чтобы вдали от Москвы, в тишине гостиницы или чужой квартиры, запереться, ничего не видеть, не слышать, писать. — Подумайте, — говорила она мне после одной из таких поездок, — там, когда и позвонит телефон, я могу не пугаться, это не меня. А дома, в Москве, ей мешал даже выключенный. Она понимала, сколько голосов и с какими бедами рвутся к ней по проводам. Она не могла разрешить себе толком отдохнуть или, что тоже, без всяких помех, погрузиться в работу, в сон, как называло это состояние Цветаева. Для того, чтобы вовремя приходить на помощь людям, надо, чтобы не только домашний, но и душевный телефон всегда был включен. Для того, чтобы писать, в самом деле писать, не на шутку, необходимо, напротив, чтобы все провода, соединяющие человека с людьми, были временно отрезаны напрочь. Человек должен отплыть на необитаемый остров и там погрузиться на самую глубину тишины, дать уху слышать, руке бежать. Ведь пишется книга не только тогда, когда сидишь за столом и пишешь, но и когда бредешь по дороге и лежишь на диване, закинув руки за голову и мешаешь на плите кашу, не видя, как она ползет через край. Фрида хотела погрузиться в книгу, но не могла. И не только по внешним причинам, по внутренним. Оторваться от людей — это противоречило мысли ее мыслей, сердцу ее сердца, ее религии. Книга в ней набухала, росла, разрывая ей душу. Новая книга, та, в которую она должна была вложить всю постигнутую ей правду. Отдаться книге она не могла. Отплывешь на необитаемый остров, начнешь слушаться в один все победивший звук, заслушаешься голоса, который диктует тебе слова, а жизнь, сумасшедшая с бритвой в руке, возьмет да и прирежет кого-нибудь из самых тебе дорогих. Разрушил гармонию Фриден созревший художнический дар, потребовавший погружения в работу на другой неприкосновенной глубине. Она-то еще пыталась, смогла, но он уже не мог, как прежде, примиряться с постоянной, бесперебойной деятельностью спасательной станции. Глава 11 Завещание Я знала, что Фрида страстно занята своей новой книгой, что она пишет ее, не оглядываясь на цензуру, что она вводит в нее материал, запечатленный в блокнотах. Знала я из ее рассказов, а потом из прочитанной части, что главный герой книги — это учитель, переживший тюрьму и лагерь, и его бывший ученик, которого, вернувшись, он повсюду разыскивает, чтобы сказать ему какое-то свое заветное слово. Я знала, что по этой своей работе Фрида постоянно тоскует, работать хочется до слез, написала она мне однажды, но как тоскует, чем стала для нее эта работа, мне открылась только в день операции 14 января 1965 года. В этот день на операционном столе должно было выясниться, какая причина вызвала желтуху, каково имя болезни. Камень в желчном протоке? Рентген не показывал камни. Киста аппендикса? Да, быть может, и киста, но профессор Виноградов предполагал рак поджелудочный. Мы сидели в вестибюле больницы. Раиса Ефимовна Облонская, Нора Якольна Галь и я. Перед нами ходили, вставали, присаживались и вставали снова Саша, Галя, Исаак Абрамович. Спустилась к нам знакомая докторша. Объявила, что Фрида уже в операционной. Ушла, спустилась снова. Сделали еще раз, в последний раз, рентген. Камня нет. Осталась одна слабая, слабейшая надежда. Опухоль железы, но не злокачественная. Один случай из миллиона бывает. Я смотрела на Изю и девочек, стоявших перед нашей скамьей, Фридин и дочери и Фридин брат. Три варианта ее лица, бровей, глаз, ресниц, скул, волос. Держались они все спокойно. Галя была румяна, как всегда, Саша, как всегда, смугла и глазаста, ни истерик, ни стиснутых губ и рук, ни рисовки, ни позы, спокойные обыкновенные речи. Фридин и дочери, воспитанные ее мужеством и ее чувством достоинства. Перед лицом самого горького горя, которое им когда-нибудь доводилось или доведется испытывать, они вели себя свободно, непринужденно, с большим непритворением. горным мужеством. Докторша вернулась третий раз. Брюшина вскрыта, Виноградов прав, рак поджелудочный. Я видела, как схлынул румянец с Галиных щек, и, побелев, Галя стала более обычного, похожа на Сашу и Фриду. Все окружили докторшу. Та что-то чертила на бумаге, объясняя, как расположена опухоль и почему к ней нельзя прикоснуться. А я осталась сидеть. Все равно не увижу. А если и увижу, то что? Через минуту рядом со мной села Саша. Мы молчали. Она опустила кудри и заплакала. Значит, мама не кончит книгу, проговорила она сквозь слезы. Сказала она это, не помня себя, оглушенная бесповоротностью горя, а для моих ушей эти слова прозвучали Фридиным тайным признанием, будто это не Саша, а Фрида сама, под тяжестью объявленного диагноза, проговорила о заветнейшей из своих тревог. Значит, моя книга не будет написана, значит, я не кончу книгу. Поправляясь, она на больничной койке продолжала работать над книгой. Работала над нею и в Переделкине в тот счастливый месяц, когда она и Александр Борисович и Копелевы жили там вместе. Работала, снова оказавшись в больнице, потом дома у себя на тахте. Работала, пока болезнь не скрутила ее и не кончила книгу. В одну из трудных ночей, когда ее особенно терзали тошнота и жар, она вдруг попросила Галю взять бумагу и перо и записать под ее диктовку. Зачем учитель, вернувшись из лагеря, ищет своего ученика и что он хочет ему сказать? Желая успокоить, ободрить ее, Галя ответила, не стоит сейчас диктовать, тебе станет лучше, и тогда ты напишешь сама. Фрида послушалась, лучше не стала. Под разными предлогами Раиса Ефимовна и Нора Яковлевна, друзья, которым всю жизнь Фрида привыкла показывать первую каждую свою строку, предлагали свои услуги для диктовки. Я тоже пробовала ее уговаривать. Я говорила ей, помните, Фридачка, в больнице вы мне один раз пожаловались, что из-за всяких лекарств позабыли целую насквозь продуманную главу. Продиктуйте мне суть этой встречи, тогда уж не забудется, а потом напишите сами. Но она не пожелала. Видно, надеялась, не забуду, выздоровею, напишу сама. Она не выздоровела, она умерла, а мы так и не узнали, в чем была главная мысль ее заветной книги, ее жизни, та главная мысль, которую хотел передать своему ученику, вернувшийся из ада учитель. Сначала, даже рядом с Фридиной смертью, то, что мы не успели записать основу будущей главы, казалось мне большим несчастьем, словно мы по неловкости и нерадивости утратили Фридина завещание. Но потом я поняла, что ничего не утеряно, что Фридина завещание дано нам всей ее жизнью, и оно понятно и без тех страниц, которые мы не успели записать. Да, Сашенька, мама не кончит книгу. Мама умерла, ее главная книга навсегда осталась неоконченной. Но каждый из нас должен заглянуть себе в душу и вспомнить, и помнить всегда, что он почувствовал и понял, когда уносили гроб. Уносит Фриду. Герцен, посетив могилу жены, написал, она не тут, она в груди. Фрида очень любила эти слова. Из нашей памяти никогда и никто не властен ее унести. Теперь она переселилась в нас и живет в нас, в родных и неродных, в каждом, кто понял, любит, помнит. Вглядись в себя, внимательнее, напряженнее, глубже, каждый, кто прочтет эти строки, гляди зорче, разве она не там? Москва, Переделкино, 12 января, 10 июля 66-го года, Москва, февраль 67-го года. 22 года спустя Лидия Чуковская сделала такую запись. Памяти Фриды имеет большой недостаток. Тут все правда, но не вся правда. Я писала эту книгу, обязавшись перед Галей и Сашей не писать ничего, что могло бы послужить помехой для переиздания Фридиных книг и обещав не распространять написанное. Поэтому в этой книге отсутствует происходившая на моих глазах и не без моей помощи линия Фридиного освобождения от казенных лжей. Фридины повести сентиментальная билетристика. Она уходила от нее к мужественной документальной прозе, то есть от разжиженной правдивости к страстной и строгой правде. К прозе ее вели ее записи, чуждые билетристической полуправды. Два художественных произведения, запись о суде над генеральским сыном и над Бродским по рукой тому, что Фрида пришла бы и к правде и к прозе. На смену жалостливости безразборных дружб шла суровость, которая вела ее к уединению и к искусству. К тяжелому бремени от радостной легкости. Я уверена, что в конце шестидесятых, начале семидесятых она была бы исключена из союза писателей. Ее публицистика была бы уже такой крепости, что со страниц комсомольской правды сбежала бы в сам издат. Да и без всякого бы. Первая запись, положившая начало сам издату, была речь Паустовского на обсуждении романа Дудинцева. Вторая — процесс Бродского. Обе сделаны Фридой. Если буду жива, окончив третий том Ахматовой, возьму за Фридину книгу. 15 февраля 89 года. Но вернуться к Фридиной книге Лидия Корневна не успела. Книга осталась такой, какой была написана «По свежему следу» в 1966-67 году. Примечания составителя